а лонг во xcom лонгу очень сложный аддон играя не на максимальном уровне сложности терминатор и несколько галок у нас очень плохая ситуация это второй трай чатику отдельный привет в то карк fox and frog димасик здрасте 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 до экзальт скан точнее секретной операции через три дня и сейчас мы типа должны на миссию похищение людей вот она чрезвычайно юар нельзя игнорировать нам так все очень плохо у нас есть бойцы которые готовы пойти в бой вроде я всех укомплектовал в прошлый раз появились уже снайперские ну короче точные лазеры появились поэтому мы разведчику и а где кстати снайпер а вот и снайперу выдали уже нормальные винтовки появилась пара броник докачивать пробуем до последних званий ключевых пацанов поэтому снайпер предпоследнее звание берем пехотинец тиран очень талантливый 85 он без двух званий еще хорошо зайдет пулеметчица инженер медик командир причем тоже его нужно брать ну что не будем пулеметчица фанка пулеметчица бесса и факло факло у нас от пользует один из пользователей пух а этот китаец квестовый вандорн тоже квестовый тиран фанка бэска и факлон амд доктор привет this is ground control туча мандерда ground control мэйджи там сто лет на этой карте не играл хотя нет подождите у нас была скриптовая миссия с именами на этой карте помните мы правда заспаунились на первом этаже тут можно в разных сторонах оказаться много крыш хорошие открытые пространства но черт его знает где я откажусь поэтому смотрите с с одной стороны с одной стороны мне ни черта нет по по коврам а тут в пекло еще слушайте тут действует бонусы сержанты ниже получают опыт сейчас подождите у нас есть разведчик со спринтом причем поэтому я пошел блин что-то мне не нравится уже только куда я иду что я делаю крюк то есть этот грэппл наверное имеет смысл по крайней мере одного закинуть снайпом нет так-то работать особо не будет кажется мне был еще один снайпер на прокачку типа нет конечно смотрите мне нужно по каким-то макаром дайте вот до этой вот штуки и при этом не спулить людей потому что здесь я принимать бой не могу никак потому что нормальных укрытий нет поэтому скорее если надо продвигаться постепенно с естественно верующими возможно дым нам поможет но следующий вот расчет на разведчика который там добежит дам какого-нибудь места блин нельзя расслабляться я сейчас что-то начал уже аркадить следующий ход слева мутоны смены кажется да мутоны точным хорошо у этой особи нет оружие о мутоны пак сектоидов то есть я эту позицию сверху занять не смогу при всем желании ну просто не смогу блин вот сейчас думай как действовать может вообще направо уходить не нравится мне это место потому что я но я не смогу здесь забраться я с пулем минимум два пока наверное надо идти направо тут по крайней мере кавер 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 три человека можно поставить ладно давайте по крайней мере парочкой сместимся блин вот не знаю как мне с другой стороны не хочется внутри сражаться но видимо 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 придется уходить вправо и либо проходить короче да я пойду вправо паки кстати могут быть еще еще справа и штамм разведка не делал пропускаем ход здесь но не стрелять да они бегут от меня то есть надо вниз этим и еще там кто-то такси сектоиды еще пак мутону со стороны не не надо сюда валить летуны мутоны уходим в правом как развитчик оправдать сюда убрать я не знаю а его надо убирать блин да и флангану сейчас могут просто за ним но можно через граппл конечно но это пол хода и я тригерю сразу три пака капец ты-то я попал я три пака реально триггерю если они проходят дальше они скорее всего кто-то пойдет слева потому что им быстрее сюда идти бобилайт спасибо большое за пожеланием ты же помнишь что они на патруле сейчас они уходят через три хода приходит а толку во первых мы не уверены что на этом их сейчас патруль заканчивается в любом случае я сначала здесь остальными ухожу так чтобы вот до этих углов по крайней мере добежать у фанки пулеметчица двойной выстрел есть что она на это на этом ходу все правильно фанку ставим на угол понятным и я двигаться не могу там у меня сразу канки инвиз уйдет прошел дредноут потери были прошу уходить уходят и этих спулили спулили только сектоидов по давлением они спулены и левые и левые же спулены будет сейчас блин плохо летун классно убираем сначала сапресс желательно человеком который не промажет блин еще разок мы кстати убрали сапресс может здесь даже лучшим на овер уйти приспособление с игнорирует в пекло а у нее нет двойного овера у тирана еще ладно давай так ну я тут умираю кажись ладно не растр не расслабляйся михаил убили двух сектои до фронтировочным одного лету нам да им скорее всего здесь возможно грэппл сразу или просто убегать просто убегать почему потому что с грэпплом мы того он тех увидим причем убегать надо сразу вот сюда я готов блин вроде тех не спулили это такое везение просто то есть мутон не пройдет здесь можно кинуть дым потому что у меня есть люди которые да надо кидать сюда дым кавров мало я тут могу играть только с кто это бафует сильно причем этих вроде не спулили вот эти четыре мутона опаснее значительно пак да милишный мутон идет второй туда же окей очень плотно они капец уходят окей так инжом ну здесь у нас есть возможность пока еще пострелять плюс у нас как раз тут стрелки нормальные поэтому стреляем тираном раз возможно подойдут паника плохо ну что вот сюда видимо надо выходить я бы и сюда вышел но кажется вижу не будет отсюда в принципе можно потому что сектор это все равно не угрожает мне нужно стрелять по людям понимаете выдвигаюсь выманиваем этого у меня остается пять хитов подходит подходит окей тут и сап может пострелять но ему лучше овер поставить ладно давай попробуем добить блин блин дабьем скорее всего вандорном а он в дыму ууууууууууууууууууууууууууууууууу с дымом я накосячил Так, давай-ка сюда Не хочу слева агрить А здесь пистоли можно будет Заверить Может уйти отсюда тоже Надо подходить Его сопрессить Или просто ставить метку стрелять Сразу ставим метку стрелять Хорошо, убили Тут оверы молимся Мутоны подходят Да, испулили пак Вот это отвратительно, конечно Этих я уже не вытащу Этих я уже не вытаскиваю никак И он дошел Что делать? Откачивать милишных пытаться Но здесь укрытия нет Просто нет укрытий Приказ в КД Горенка у меня фактически только одна Ну, закину на мутонов Но они мне разоплотнят эти все мутоны Видимо придется... Блин, тогда страна уйдет Ладно, какие у тебя опции? Что по поводу крыши? Ничего по поводу крыши Ладно, уходи с дверного проема Откачивать Убивать одного мутона Чтобы вот эти вот не атаковали Они не будут атаковать Пока не дойдут до дверного проема Соответственно, они не будут пока атаковать То есть один ход у меня От зеленых мутонов От этих трех есть Почему по одному не пулюшь? Пуль по одному паку Блин, вот умники Капец Я что, специально что ли вперед бегу? Я вот здесь вот зареспался Вообще вот здесь вот в этой точке Куда мне? Куда мне идти? Сюда я не мог подойти Вообще никаким макаром Там сразу два пака было Перегруппировался направо Единственная местность Где я мог спрятаться Вот я спрятался Че ты пулишь по паку? Охренели что ли? Эксперты, блин По на это самое Ни мозгов, ни это самое Короче, беда Мутона этот до меня добегает Если я не По одному По одному че-то Ну смотрите Этот товарищ Ну допустим мы за один ход Вот этого убьем Допустим мы отойдем На половину хода Таким образом Что эти не добегут Допустим При этом Вот эти мутоны тоже Ход следующий пропустит Что у нас будет в результате? Эти зеленые мутоны Подойдут Ориентировочно сюда Один скорее всего Будет с этого угла Стреляет Эти подбегут В открытку Где-то вот сюда А я буду Ютиться без каверов Ну по крайней мере У меня ход типа будет Ну я смогу Следующий ход Эвакуироваться То есть мне в любом случае Надо сдвигаться Каваку Я чисто жопу поджечь Банта за что? За глупость? Ну как бы а что? За игнорить еще? Такой удивляется еще Я просто хотел Чтобы ты позлился Че ты злишься? Ну грубо говоря Точнее не грубо А как Как О, Мейлстром, привет Короче Все плохо В первую очередь Надо бы отступить хэвиком Причем таким образом Чтобы он увидел мутон И поставил по нему метку Но боюсь Что не будет такой точки Либо мы кидаем гренку Сносим угол И начинаем по мутону работать Снос угла мне не нравится Потому что Хотя нет У меня есть вторая граната Так что скорее всего да В общем перегруппировываемся Наверное хэвик Все таки вот сюда На угол Чтобы сопрессить Это раз У него вижена нет Он пока ждет Ну всеми уходим Там правда гренка может быть Ой блин Ганер отступает К сожалению Просто перезаряжается Тирана нельзя далеко уводить Он далеко и не уйдет Закидываем Задачу снять А я кажется Тут и угол-то не сниму Хотя он должен подойти В любом случае Это же Нет сняли угол Хорошо Он подбегает Тирана лучше на овер ставить Тоже лучше на овер Тут меткости Тут меткости Ни хрена нет Надо хэвиком стрелять 85 промах Цель не поражена А это мне оверов Это не факт Что я его сейчас убью В принципе Паника еще Есть выстрелы овер Это овер как раз Мне надо сейчас Пистолетом пытаться Добить Два Есть Под снайпер хоть Открылся Молимся Друзья Могут добежать Готовимся К эвакуации Мутон здесь Раз Второй Мутон запрыгивает К снайперу Я не знал Что он так умеет Я не знал Что мутоны Запрыгивать могут Наверх Минус пух И при этом Еще три зеленых Там Каверов нет Гренку словим Надо эвакуироваться Терять страну Терять снайпера Ааа У нас еще здесь Все еще Паника То есть Минус два Оперативник Отличное Начало Дня Игрового Это точно Минус два Будет еще больше Я не верю Можно попытаться Кинуть дым Но для милишника Это особо не поможет Я не могу оставаться Там еще Три мутоны И по мелочи Два сектоида Фланг Может быть Любой момент Гренка Может быть Любой момент Закину дым Хотя Хотя Если Сейчас Я не Улечу То Меня Здесь Могут Еще Положить Что Бросаем Это Тиран У нас Да Тиран У нас Топовый Топовый Солдат Выходите Или пытаться Я буду пытаться Сканер Кинс Сначала Вот Вот Что Тебе Нужно Сделать Чтобы Понять Насколько Там Зеленые Ближе Близком Вроде Позволяют Пока Рискуем Да Сто процентов Попадание В дыму Не в дыму Сейчас Еще Могу Словить Эвакуируемся С мутаном Пострелять Для Икспыта Можно Блин Один Штурм Нужен Для Мастера Ближнего Боя В таких Случах Чтобы Он Отстреливал Каждый Раз Не Убьем Да В дыму Он Потому Что Откуда У тебя Пушка Такая Блин Я Лазер Не дал Я Не дал Лазер К А тут Уже Ничего Не Сделаться Минус Страна Минус Два Топовых Чувака Отвратительно Отвратительно Пух смерть Тиран Смерть Уничтожены Или потеряны Вещи Два Прицела Сошка Бронекостюм Панцирный Бронекостюм Лазерная Лазерная Винтовка До связи Командир Легом Калер 0606 Поддержал Ваш канал На 100 Рублей И сообщает Михаил Миша Мишутка Я нашел Тебя Когда Искал Прохождение И к чему НЛО Защиты И ты Мне Понравился Своей Харизмой Пожалуйста В честь Моего Первого Доната Назови ТМБ Танк Мушинка Моим Неком Спасибо тебе За поддержку Конечно же Не знаю Что там творится Спросите у тех Обслуживания Но Делать этого Не буду Потому что Мы не будем Танки уже Использовать Да Две страны Выходят Из-за фейловой Миссии Я недооценил Ее важность Недооценил Ее сложность Минус две стороны ищу Твою мать Сейчас у нас будет Секретная операция, экзальт все дела На эту миссию Есть люди Далайла жив, да Мы потеряли, по сути мы сейчас потеряли Самых главных, самых первых точнее Смотрите Все остальное лемминги 7, 3, 3, 2, 1, 2, ладно 35 убито Пух, снайпер 26 тиран убил Короче они много заданий прошли И много всего успели добиться Но так Нужно качать нового снайпера, нового ганера Скорее всего новый оперативник Вот этот вот у нас будет в ганере идти Не скорее всего, а точно Давайте мы сразу будем Или в штурмаша Нет, не в штурмаша 73 74 Отвратительно мне накидали меткости Отвратительно Есть секретная операция, экзальт Четырех оперативников Мы можем взять только четверых Разведка, снайпер, медик И вопрос кто Еще Штурм не хочу Наверное пехотинец Ну поехали друзья Поехали Ситуация Очень, 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 очень Плохая Джуз берет так А, у нас марксманская А, нет, есть марксманская винтовка Одна, окей Ему придется стрелять, кстати Довольно часто Потому что у него метка есть Пулеметчика у меня нет Соколу отдаем послед... А, две лазы, снайперские винтовки Окей, хорошо Вот прицела не хватает Сошку ставлю А дальше вот черт его знает Что давать А, нет, есть прицел Но прицел должен нам идти Этому ганнеру У этого и так С точностью нормально Страховочная аптечка Так, да Я же не могу тут Пуль кидать себе, да Не могу Нас пухом хоть подлутали Наверное Наверняка Барабанный Барабанный, к сожалению Прицел минимум Блин, не хочу барабанный А тебе нужен барабанный На старте Миссия на четверых Там полтора десятка врагов Сейчас посмотрим Можем ли мы Звание дать Секундочку Разведчику только Майора никак И не можем Блин, такое начало Аховы Трансляции Секретный агент готов Добыл разведанные Местонахождения Рейнджеры будут лететь Низко Без гранат Поехали Там, кажется, у меня инж На месте Либо инж Либо штурм Но грянки у него есть Поехали Ни в коем Ой, какая Не люблю Я, во-первых, давно не играл На этой карте С большим количеством Вагонов Блин Хотя передатчики стоят хорошо Раз, два Третий не вижу Заход я не подойду Третий вижу Так, мне нужно сейчас Длину простреливать Типа, да? Проходить Вправо Например Сокол Генрихович у нас С максимальным званием Соответственно, он С двойным выстрелом Смешной джуз Подходит Скорее всего Сразу вот так На разведку Не видит никого Соответственно, соколом Ориентировочно Идем вот сюда Враги могут быть Вот здесь Вот опасный угол И Прямо То есть Ему нужно как раз Встать так, чтобы Всех простреливать Пока не торопимся Да в принципе не торопимся Михаил Не торопимся Этот товарищ Стоит Надо сказать Опасным Снайпера сразу Лучше вывести На позицию Что потом Не хочу здесь подходить А потом, что рискован У меня нет вообще Никакой инфы Относительно того Где враги Слева По центру карты Топание Если это та же Миссия Что на четверых В прошлый раз Это три пака Которые уже здесь Находятся И И по скриптам Выпадающие люди Скан сейчас Может зайти Неплохо Мне бы Отсканить Путь То есть Вот сюда Вот как-нибудь Скинуть Чтобы понять Могу ли я Хотя наверное Вот так лучше Я вижу Первых клиентов Снайпер Не может Скорее По ним стрелять Не может На удивление Может Сразу Шотаем С критом Бах Ой Какой хороший урон И второй выстрел Да Утемем Нет Овер Овер Скип Они что-то Не поняли Видимо Что происходит А вот еще Пак Да Это опасней Рокетмен Эти уходят К моему Но Еще справа Топают А второй А второй не срабатываем Что цели Больше нет Справа Снайп Ох У снайпера Целей нет Это плохо Это плохо конечно Но подводить ближе Его как-то не хочется Может быть его подвести Вот так Я понимаю что это полуукрытие Но зато А еще одинокий волк Мне не работает Но ближе подходить нельзя И подводить Ну басов тоже ближе нельзя Потому что это будет Не Ждем просто Овер 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 Скип Так Здесь двое Тут трое И справа еще Пак Да Сейчас кажется Снайп может по этому Пострелять Блин Бегают Что-то близко Беспокоит меня А Изиснайп на отшибе Вообще Четыре что ли Пак Так Я перестал Кого бы то ни было Видеть Я думаю Кидать ли Сканер Или не кидать Уж народу Еще осталось Прилично Не факт что Мне кажется Снайп не будет работать Снайпа надо Переводить Вот сюда Все-таки Вот сюда Так он По крайней мере Сможет По этим Пострелять Слева Перезарядочка На будущее Овер Овер Скип Еще будут Падать То есть То что мы Увидели Это скорее всего Все кто есть на карте Но Крис Энджел Привет Да Эти выходят Поближе Давайте сюда Скан И будем Этих Пулить Что снайпер Точно сможет Еще одного Одного Человека Шатнуть Подкрепление Ответный огонь Ой Попали С чего подкрепление Я даже не подходил Может ну по ходам Ну все Теперь как бы Уже Уже Видим Стреляю Я встаю На овер Хорошо Это раз Соответственно Никакого сканера Не делаем Потому что Ну потому что Сейчас должны Остатки пака Сдвигаться Потому что Был шум Это не тот пак Правее Может быть Это кстати С Соленово От подкрепа Прибежал человек Не 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 Вот второй еще Есть минимум Еще минимум Второй Ой Ну хочется конечно Снайпом сюда Выйти Но Ладно давай Прицеливаемся Овер Овер Скип Не торопимся Друзья Я вот поторопился В прошлой катке Хотя я не знаю Как там надо было Действовать по другому Что Укрытия Так и так Не было Блин Что ж ты будешь делать Этим я двигаться Пока не могу Потому что Мне неизменно Нужно будет Пройти через пару Паков Скан налево Я уже не могу Кидать Потому что У меня снайпер Не на позиции Он не сможет Ничего сделать Я могу Попробовать Подойти Подойти Вот так С высокой вероятностью Без скана Подсветить Левых товарищей Ну и Передислоцироваться Снайпером сюда Врубить меткость И в следующий ход Уже работать Возможно Ой Твою налево Эй кто нибудь Они меня убьют Они сейчас реально его убьют Оууууууу Еще подкрепый какая там твою налево слишком много спунил еще пак из трех человек хорошая новость у снайпера есть пара целей сапрессор убивать нужно в первую очередь конечно же пытаться а потом валить пытаться джусом крит не срабатывает на сапрессор и соответственно но зато второй выстрел высокого тут уже шесть процентов крита но по крайней мере урон нанесем ой крит 6 процентов сработал крит хорошо тут валим тут валим абсолютно точно сначала сюда потом сюда для подсветочки тут овер тут овер стоит ли сейчас сокращайте этим ну я думаю все равно рановато потому что потому что прилетит так то два человека они как будто не спулены да они не спали на вот этот спулин снайпер подходит полукрытием я по нему уже могу работать стреляем встаем на овер снайпом сюда передислоцируемся меткость овером скип оп ой хороший овервотч 84 сюда можно уже подтягиваться снайп подходит но более он такая маленькая вероятность ой как бы он не фланганулся с разведчиком ой и визу цель меня обходят фланга и и и и и и да перезарядиться я не могу да следующий ход я теряю гарантированно снайпером короче видимо сейчас нужно либо команду давать что будем пытаться на пол хода пробежать до этого передатчиком риск что сагрим еще один пак но лили комарова мне менее полезно чем чем тем поэтому я пытаюсь сократить и надо ход простоять тут ганер с так себе меткости можно отойти точно нужно джусом отходить вопрос куда наверное вот так вот просто делать метку на левом или вообще подальше не так тебя будут бить и давай вот так лучше раз пытаемся поставить метку на этого плюс вероятность хорошая полу кавер здесь стреляем плюс овер но это плохо здесь стреляем раз стреляем два значит другой раз значит джус могут видеть может джусы командой убрать надо потому что он флангуется двумя нет подходящих целей класс что vision нет а давай так все равно есть ну что джуз уходит вот сюда ориентировочно и мы молимся просто один ход хотя бы продержаться там четыре человека грена у ракета рокет меня простреливает убрал кавр скорее всего убьет по двоим тяжелое ранение у двоих один без кавра если не выжил 49 там еще два выстрела 71 ну здесь выключаем естественно но я уже потерял медик хорошего наш агент рядом с транслятором и готов его взломать чтобы извлечь данные включите транслятор наш агент расшифровал данные временно отрубил их систему связи это их затормозит теперь наше дело найти и взломать оставшиеся трансляторы боеприпасов нет вперед фоккл Да, ты еще жив Я вынужден перезаряжаться здесь Народу по-прежнему Очень много Стреляю по кому могу Хорошо, поэтому 64 попали Здесь скорее всего даже лечение Потому что стрелять ты не можешь Стоп, а подождите, я кого потерял? Кого я потерял? Кого я потерял? Я потерял не медика Надо передатчик еще один До него бежать Надо было Перезаряжается Минус один ход А, пехотинца потерял Перспективного дамы Командир, новые силы противника Приближаются к позиции отряда Штурм-1 У меня нет молниеносных Я на двух овервочек тут сдохну Восемьдесят три, сто, сто Шесть урона Шесть урона, у него семь хп Ну придется Придется снимать одного Ну короче здесь вот так Чтобы крит пропер И мы могли Ближайшего отследить хотя бы Второй выстрел у нас Должен идти по А может быть и по дальнему Потому что тоже Меткость выше Значительная Да, минус два Соколик штампует Конечно Мне здесь бежать надо Далеко-далеко-далеко Ориентировочно вот сюда Овервоч А мне нет выбора Если я Ну если я отсюда не ухожу Я в любом случае Умираю Паника Чуть не сработала Тридцать четыре Тридцать четыре Приказ на КД Здесь надо Нет Здесь надо Выстрелить Перезарядиться Хреновая идея Потому что Патроны закончатся Видимо надо сейчас Просто перезаряжаться Или Подойти за фулл кавер А потом перезарядиться Да Да Отвратительно Сегодня у меня идет игра Просто отвратительная Здесь лучше даже Овер поставить Овер от джуза Такой себе Блин Ну да Я наш Нашибался И сегодня Нашибался Очень грубо Конечно Так Ну что Мы можем теоретически Отключить Не можем отключить Не добегаем Восемьдесят Три Сто Ну Восемьдесят Три А точнее сто Перезарядиться К сожалению Не могу Тут полуукрытие Тоже надо с этим Что-то делать Наверное Надо сюда Отойти И попробовать Закинуть Светошем Если кого-то Здесь увижу Или на верочку Светошем Или даже Дым на себя Слушайте А может Вот так Отойти Лучше Те ж там Флангануть Могут Здесь же Человек Стоит Да Это была Ошибка Поняла Вас Это была Еще одна Ошибка Перезарядка Здесь Нужен Фулкавер Поехали Овервач Опять Молиться Надо Блин Ну мы потеряли Стрелка Ранили Гру Вач 34 Такой себе Можно отключать Только подсвеченные вышки Разве нет Ооо Возможно Я никогда Не подходил К неподсвеченным вышкам Не пытался их отключать А это Судя по всему Не там Перезаряжаемся Раз Да Эта вышка Не рабочая Рабочая Этом Хочу обойти Здесь надо Стрелять В любом случае Меткость Хорошая Человек Плотный Отлично Очень хорошо Стрельнул Здесь Овер Овер Стандартный Такой Там Рокетмен Очень опасный Товарищ Не знаю Сколько у него Ракет Но мне Кстати Одной Хватило В общем Снимается Укрытие До свидания Ага 7 Гологров Еще сейчас Будет Один Стрелять Овер Подошел 4% Нормально Точность у них Невысока Но самые опасные Это ракетчики Получается Стреляем Пока мы можем Потому что Метку надо поставить Для того Чтобы снайпер Работал Раз Отлично У снайпера Опять же Два выстрела Причем Он видит Только две цели Поэтому Будем бить С критом 83 Второй Будем бить Просто Лучше Ее добить Вероятности Какие-то У меня тут Веселенькие Есть приказ Кстати Но он Мне не помогает По светошу Мы здесь Никаким образом Не докидываем Перезаряжусь Лучше Чтобы ранунган Сработал 1559 Попробовать За Давай Попробуем С богом Лечение Хорошо Фланг Главное Не овер Здесь Блин Так Еще не фланг Но близко Как раз Очень Очень вовремя У нас Раннган С вами Мы идем По следу Ага Только там Овервотч У тебя Тебе Овернут Его надо Снимать Ты его Не видишь Нормальным А если Будешь С места Стрелять То Тебе Фланганут Следующий ход А если Ты этого Не убьешь Ну приказ Правда Есть А молниеносных Ни у кого нет А есть Тфу Блин Дебила Кусок Побежал С молниеносными Я очень невнимательный Я ошибаюсь Игра Меня за это Наказывает Не в жизненные Игры ты играешь Вон Бонич Да Да Орел Я видел Перед началом Стрима Я смотрел На На то Как играет Бонич Вообще По хорошему Нужно Левого Снимать Он Самый Тут Опасный Но Это уже Второй Вопрос Лучше Я добью С хорошей вероятностью 64 Я же все равно Отрублю Право Блин Хорошая вероятность Не Не работают У меня Сегодня Оперативники Как следует Подходим Выключаем Это был последний Транслятор Командир У нас в руках Все данные Экзак Теперь доставьте Агента К точке эвакуации Задание Изменилось Задание Изменилось Генрих Овеч Стреляет Главное Чтобы сейчас Скриптовые Не попадали Это отходит Может даже хорошо Что он так обходит Может это не фланг И он нормально Там работать не будет Но у него в любом случае Надо перегруппироваться Справиться сначала С этими Нет Все таки есть Подкрепим Раз Два Снайп Пустой Ё-моё А что по эвакуации Успеваем Ты Да Ты Нет Одну клетку Джуз успевает Снайпер тоже не успевает Поэтому Нам надо в первую очередь Попытаться справиться с этими 80 Надо попадать просто Ну и по хорошему Надо убивать Все таки Я думаю Нужен светошум Здесь Оооо Еще ты Без Без патронов Может из пистоля Зарядить Хотя бы одного Убьем Да Надо короче Делать светошум Сюда Отступать Всеми Этим вроде как Тоже нужно Отступать Но у него Нормальных укрытий Нет А ты добегаешь Если что Нет А до сюда Добежишь Тоже не факт Посылать сюда Рисковать А выбора нет Его с полукавра Пробьют Ладно Делаем Фулкавр Лучше Налево Просто Светошум Щас Смс Смс Надо отправить Да Это Мутоны Пишут Друзья Это пишут Мутоны В общем У меня остался Типа Последний ход Все очень плохо Естественно Я наверное Отойду сюда Попробую Выстрелить Из пистоля Добить Одного А второй Побежит Типа Дезориентированный И его Можем Попробовать Шатнуть С овервотч Ладно Этого Скорее Убиваем С богом Друзья Нет А дым Оооо Я думал Грянка Сейчас мне В оперативника Прилетит Так Дым Пока Дым Этот Подходит Виде 24 Голографическое Увеличивается Вероятность Попадания Еще Этот 8% Ооо Нет Кавера Остается Последний Который Просто Стреляет Ну ты же Блин Ты же Аааааааа Еще Люди Ты стрелять Будешь? Блин Такой Ты слопочный Капец Молоко Молоко Моё Молодец Блин Надо Запомниться Было Ну что Тот Вопрос Добегает Или не Добегает Ключевое Добегает Калькулейтит называется Оверов там нет Оверов там нет Ну все, поехали Ё-моё Конечно, уничтожим Сейчас, подожди только Только перезаряжусь и все Пью-пью-пью О-хо-хо-хо Критулечка на 8 просто Да вы что, ребят В кои-то веки начали попадать Слишком поздно А-а-а, дерьмо Ну ладно, если крит пропрет, может убьем Эвакуируем Плохо Мы потеряли бойца Перспективного рейнджера Мы отправляем медика Лечиться Усталость 5-5 дней до пулю Повышение 40 дней отдыхать будет еще этот Наносплав разведданные Уничтожена или потенила лазерная винтовка Разведданные по Экзальту Дешифрованы Идет расчет Специстической вероятности Нахождения базы Экзальту Так, а что у нас по Экзальту Находится не в Мексике Не в Японии Не в США, не в Бразилии Вариантов еще масса просто Просто масса Ну, у меня выходит, естественно Вот страна выходит Стоп, подождите А я же сейчас Индию и Австралию возвращаю То есть я фактически только одну страну теряю Да ладно, Михаил Что, живем еще, что ли? Спутник, спутник Спутник, спутник Сообщение и советы 4 дня Все отлично по карте Да, конечно, все плохо там 4 страны здесь 2 здесь Ежемесячно минус 270 Так, а деньги появились Может быть, что-то все-таки сделаем На одну миссию оперативников хватает Исследования мутонов Скроем это Гренки Панцерный сделается Назерную пушку сплавов не хватает Столько людей зря погубил Начал бы новый трай Блин, ну начал бы сам новый трай, а? Я не привык сдаваться, понимаешь? Вот в чем смысл Заходить, блин, и демотивировать Я... Сегодня и так отвратительная просто Трансляция в плане прогресса Столько проблем Так еще и эти слабаки Приходят и подливают масло в огонь Начал бы новый трай Ну идите, начинайте, блин Идите, начинайте Играйте на норме Играйте сейвами Играйте как хотите Я буду стараться терпеть до конца Ну бас, блин Ну реально Вот смотришь на чат В чат просто И видишь Уже там второе или третье сообщение Ну... Ооо, сообщение от совета Разминирование Нам только что сообщили, что рядом с мостом На одной из важнейших трасс Индии Проходит что-то подозрительное Разминирование Это всегда жестко Что у нас по Индии? А там выйдет Китай Сразу Япония Мы не можем игнорировать Я пыталась поддержал ваш канал На 300 рублей И сообщает Всякие специи нужны Всякие специи важны Пехотинцам хорошо А снайперам лучше Я бы в снайперы пошел Пусть меня научат Пусть меня научат Да Удачи Спасибо большое Спасибо Возможно последняя карта Это разминирование Это карта на время Я беру единственного медика Нового снайпера Да Разведчик Одного Обязательный Да Инжа Точно Штурм там Неплохой У меня Точный Но я ему не Не штурм А именно Ну короче Лазерную винтовочку Дам Так Надо еще В офицерскую школу Зайти Вдруг я могу Расширить состав Да всех надо брать Оставшихся Пулеметчик меткий Еще один Инж Пытаться Прорываться Так тут Не сделать Медика Не назначить У меня сейчас Еще Квипа Не хватит Ну потому что Дублируется Там тот же самый Пулеметчик На него Точно нет Короче Снимаем Что есть Начинаем Оснащать Нет Лучше Фалангом Винтовка Пистоль Сошки У нее с точностью Не так все хорошо Ей лучше бы Все таки Прицел взять Разведчик Пока так Инженер Темплайер Поддержал Ваш канал На 500 рублей Спасибо Темплайер Чемандер Оставайтесь Хладнократно Да уж Пришельцы Заслали Агентов В чат Берем вот Этому товарищу Потому что У него есть Стреляя Беги Винтовку И вот ему По хорошему Еще бы дать Прицел Потому что У нее точно 77 Это очень Хорошо Потому что Пулеметчикам Инжам Особо не нужно Лучше Меткомплект Я вижу Там бронебойный Инжи С дымами Ну все Сканер Или Ну вот сканер Кстати дополнительно Можно взять Ну у нее есть Один родной Да Сканеры Очень нужны Друзья Это все Это ластецкая Судя по всему Так Тут еще медик Чуть не забыл Опять тороплюсь Последняя лазерная Винтовка Меткость у нее Так себе Меткомплект Еще Короче Разминирование Самая главная Проблема Разминирования Это то что Нужно действовать Очень агрессивно То есть Нет никакой Оооо Пройти мимо людей Я не смогу Мне придется Их встречать Обезвредить бомбу Выиграть время Отключив Источники питания Взрывателя Так собрались Штурм 1 Разведка совета Сообщает Что пришельцы Устанавливают Плазменную бомбу В вашей зоне Времени мало Надо обнаружить бомбу И обезвредить ее Пока она не рванула У нас новая задача У меня же Разведчика Инвизного Нет То есть У меня В принципе Да Упольф Точка Одессил Подержал Ваш канал На 100 рублей И сообщает Объявление Для уважаемых Бобров Уважаемые Бобры Словосочетание Новый Трай Будет Нещадно Отстреливаться Любые производные Тоже Спасибо за понимание Не мешайте Чамангер Сразу спулять Уступайте место Беременным женщинам Людям пожилого возраста И инвалидам Агрим сразу Агрим сразу Делать нечего Ситуация Отвратительная Укрытий У нас Нет Рананган Фланг Так А у тебя Первый выстрел Обычный Выстрел Без укрытия Ну это да Это такое Не работает Он с Рананганом 85-85 Стреляем по ближнему Он наиболее опасен Крит Хорошо Один хит Только оставил Это плохо И он Паникует Что ты Паникуешь Что Блин Короче Нужно Сопресить Кого-то Я не знаю Кого Тут Полуукрытие В данном случае Надо подходить Еще Вот так Вот Делать Вы Выиграли Немного Времени Но Все Равно Надо Спешить А не До Сами Знаете Это Вы Сопресите Видимо Наиболее Ближним Вот он Снайпер Видит Летуна Снайперу Отступить Конечно Но Отступать Он может Только в том Случае Если Здесь точно Надо подходить Видимо Кидать Гренку Пытаться Задеть Летуна И того Мутона Ближе Причем К Летуну Потому что Мутона Если снимем Кавер И нанесем Хотя бы Один урон Да Машины Подожгли Хорошо 49 Стрельбам Как вариант Можно Дым Дым На Сопрессера Нашего И вот На Сорокерриг В частности Начинаем Застрелять Мажем 73 Точность Пробуем С критом Да Блин Вашу Жметь Ну А Потому что Надо было Сначала Делать Метку А потом Уже Стрелять Попал Разок Кидаю Дым На этих Троих Вообще Снайпер Убивается Поэтому Давайте Дым На снайпан Я понимаю Что Пулеметчика Подставляем Полукавер Его Видят Ну вот Я Накосячил В очередной Раз Там Один Мутон Полноценно Действует Он как раз Будет По Полукавер Ному Стрелять Бежал 42% Уже Очень Дико Есть Мимо Овер Овер О Подавление Есть Как будто Типа Попал Ну ты же Зарвешься Друг Девочка Паникует Все Блин Какого Хрена Не Взорвалось Ну что Пытаемся Метку Поставить Тут Раз Снайпер Снайпер Нормально Стрелять Не Может Ну Че Делать Пытаться Нубасами Этими Прострелить Или Потратить Все Таки Одну Гренку И Взорвать Флоутером Без Различки Такими Миссия Конечно Крайне Сложно Проходится Да Видимо Надо Гренку Тратиться Ну что Не уверен Я Что Сейчас Просто Снайпер Ну Взрывайся Ты Чего Я Не Понимаю Механику Они Поменяли Явно Шла Аркада Здесь угол Хороший Я для этого Подошел Сопреста Мы сняли Шестьдесят Шестьдесят Три Шестьдесят Три Так Ладно Оверов Там Нет Уже Получается Но У меня Полных Укрытий Нет Нет Овер Там Есть Соответственно Давай Поэтому Сопресс И по нему Соответственно Стреляем Семьдесят Три Метко Снайп Хорошо К сожалению Здесь я вижу Только Только Этого Товарища И конечно же Мажа С такой Меткостью И машина Взрывается Только сейчас Я понял Да и Бекин Оф Они отступают Говорят Ага Еще Вот он И впереди Видим Двух Литонов Как Как С пулили Пак Мажет 42 Это радует Конечно Мне еще Нужно Вперед Продвигаться Надо Сейчас Лонговать Товому Тону Тут нет Укрытий Еще Нормальных Вот Чем Делать Дело Но тут Надо Продвигаться Как Иначе Раз Стреляем 91 Устрашение Держись Не надо Не надо Я понял Это особый мутон Это особый мутон И у него Какая-то Неизвестная Билка Очень серьезная Ну как Он Как Милишник Судя по всему Он Похоже Как Милишник У меня никто Не действует Нормальным Убить Я даже Первый пак Не могу Здесь Опять Своевременная Стрельба С С Этой Ну вы поняли Три хода До конца Игры Это точно Последняя Миссия Я Не смогу После этого У меня выходит Еще две Строны Как бы Я не старался Как бы Я не старался Они выходят Чудо Не происходит Мои не попадают На низких Вероятностях Фланг уже Не думал Что он Успеет Ну я Видел его Здесь Но не думал Что он Успеет Ранением Попадают 48 И этот Еще Успеет ГГ Надо Запомнить Этому Тону То есть Если У мутона Плюс 3 хп То он Рычит После каждого Попадания То есть Его вообще Шотать Нужно Пытаться Хорошо Теперь У нас Больше Времени Но Вам Все Еще Нужно Найти Бомбу Можно Начинать Вот Гугешечка От Он Ганут Пытаюсь Избавиться Раз И Еще Гугешечка 5 метка мне в конце 1 аркада пошел 1 аркада 2 аркада 2 аркада 3 аркада 4 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 аркада 5 аркада 5 аркада 5 аркада 5 аркада плаченый результат да вот так вот бесславно у нас долгий второй трай можно кстати попробовать другой бонус взять мы при продаже трупов пришли оба обломков юнитов получаем дополнительной стоимости а были папа поэтому по мне не хочу по авиации по авиации не хочу оперативник плюс один мобильность как вариант так давайте быстро пробу по бонусам про посмотрим михаил с чистого листа нормально все стартовый капитал 400 до исследования вся ранее защита и броня получает дополнительный слот под маленькие предметы у это плюс один слот что ли до исследования тактической разгрузки вся ранняя защита и броня до доп слот берем третий карман может без активной войны активная война у нас что конкретно делает активная война сейчас у британии с плюс 3 точности всем и она упрощается назад так так и так что упрощает на укорачивать сильно так я хотел пройти сначала посмотреть что меня ждет и для этого активную войну и ставил то есть мне нужно понять какие там скриптовые миссии буду дальше вот частности по заданию совета по разминированию так я до них буду доходить очень долго а потом уже перепроходить на на максималке зачем мне убирать активную войну из меня в принципе задача в первое прохождение быстрее ознакомиться с ключевыми скриптовыми миссиями не понимаю не включая галка скриптый потенциал точность была меньше 80 не нет скриптый потенциал это рандом нормальный интересный я хочу сыграть на тех же самых галках меня вполне устраивает сейчас и динамика довольно хорошая и осталось от войны осталось от войны плачевный результат я поехали так францы там рекомендовали 20 дополнительных оперативников это кстати хорошая тема 20 доп оперативников это разовый такой буст но это где-то 4000 до 455 тысяч в деньгах как ты считаешь вообще это 500 не нет на одной дистанции это очень мало что у нас было роскосмос россия плюс 10 процентов к точности дешевле спутники либо баф взять на народ не 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 троечка точности единичка мобильность неплохо но кадровый состав сразу 4 капрала канаде австралия 5 рандомных статов не китай по деньгам самый выгодный вообще то есть на дистанции это самое выгодное получается там кто-то считал в среднем тену 8к нын на игру получается берем китай пока летим в китай там сейчас не спокойно по данным радио перехвата в одном крупном городе уже несколько очень много я ошибался в том числе на миссиях новых так 69 хорошие 69 хороших сад шесть четыре среднем с от 8 выше среднем что 4 ниже 62 ниже нормальный в любом случае я любопытство ради это посмотрела они для того чтобы перем переигрывать иду к точке поехали сектоиды прямо левого как-то так пулим 34 сектоидом с ума сойти ханкер кстати здесь особо не помогает потому что у них там все атаки все дела просто на овере ждем ближе подходите рашить их за гренками не имеют я думаю смысла овер 48 хорошо не успел просто бафнутый найдите хоть какие-то осколки это фланг кстати как работают их устройство служить поняла вас я вижу там 2 к сожалению я не смогу я кстати могу не кинуть нет кидаем нормально но я хочу этого пробить я его скорее всего прострелю блин совершенно не обязательно очень тонко не все в лв измеряется на гнева но помимо будет совершенно скоро скрыто просто экономит он временное следование так всем плотный огонь пацаны фланга нет здесь но выполняю то что надо не фланг есть смотрите удивительно даже как я тут флангану я бы тогда еще сюда одного оперативника там получается четвертый остался четвертый но еще два пак оооо вот новый пак 48 47 44 расстрел просто минус один здесь явно гренк слушатели мы двоих расстреляли есть гренка нормальным нету этот фланг этот фланг фланг а есть 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 гранаты вижу здрасте там третий где-то схоронился поэтому я хочу стеночку убрать надо снял его да один остался из сагриных остался один ну еще пак перезаряжаемся аверим аверим перезаряжаемся аверим перезаряжаемся щебечет то ли новый пак то ли остатки предыдущего нет это новый пак хитрец какой бом-бом-бом ой мэлджи еще ё-моё забыл ой здравствуйте принято понятно где последний пак вижу мэлт слева надо вот эти в первую очередь подтаскивать конечно же пам-пам-пам-пам но этот мэлт уже не собрать надо внимательнее относиться к прокачке к выбору классов я наверное сразу двух гайнеров попробую сделать что-то странно что здесь мы не обнаружили людей сразу же потому что ну там уже конец карты должен быть и так прошли очень далеко слышу 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 и это не глюки блин извините меня пожалуйста за за то что я сегодня грустный потому что ну понятное дело почему я грустный я пошла ну сам виноват сам виноват ну че мандр не должен унывать вы меня поехали тихо слышишь чудеря поддержал ваш оскудари привет спасибо миша да не грустен не грустен что за чертовщина кажется они из этого здания не выйдут то есть надо подходить надо так надо а там дыра вот этими вообще не стоит подходить потому что вижен будет скорее всего через эту дырку там слева пол дома просто снесено о мне этих это здание можно кстати наверх забраться не скорее надо штурмовать как раз с гренками с числом брать просто брать числом что это было я в пути ясно двигаясь на позицию иду сейчас выберем внимательно из этих оперативников раскидаем по классам желательно конечно двух увести направо для того чтобы они вот здесь вход еще есть один чтобы они здесь заходили у меня будет больше там фулл каверов очень много там колонны внутри насколько я помню поэтому так этого тоже сюда пожалуй ой сейчас могу спулить там же сверху видно да окей ага у ольф точка один сил поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает поддержим чамандера накидайте чамандеру бобров в знак поддержки и уважения уважение что я здесь не уверен что правильно встанем если честно ну молимся и спасибо пацаны ну потому что я где-то 3 вечера 3-4 может ой 50% надо попадать молодец я красавчик все остальные все подсвечены выходит упери уходит назад тут открываем скорее всего бафер где-то здесь находится ну судя по анимашке они они анимашкам там здесь сидит я его особо никак не обхожу да поехали ну что нам бы греночку как-нибудь по-хитрому закинуть скорее всего сюда потом как-то вот так не так уж не знаю здесь было место да надо бафера сначала убивать убил считай о класс люблю обычную грянку не докинешь конечно же тут конская дальность светошум еще есть кстати на светошум я банально не докидываю нормально ладно заходим в любом случае давай попробуем хоть что-то как-то кинуть отлично просто 6 человек никто ничего не может сделать никто ничего не может сделать никто и ничего поехали только 38 меткость тут есть и все надо видимо на будущее уже там выходить как-то сокращать молиться чтобы у нас тут не было ранения рандомного какого-нибудь вообще если ты попадешь будет хорошо ой хорош и тот битый отлично а ты точно его не можешь засветошумить есть есть однако ой это чувствует dream team у нас собирается ну давай если кто это видишь как мы один процент ну что один процент блин там попало по анимации по анимации как будто бы попало но нет выходим красиво флангуем убиваем я молодец штурм 1 возвращаемся теряло трупы наносплавы и так сейчас важно важно правильно стартануть вооружение понимаю 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 бесяча какая так точно нужно бмпшку делать а то и две потому что делаются долго мега полезные оперативники оооо ну ладно давайте смотрим самый точный 69 минус 1 мало хп это у нас явно идет снайпер специалист по тяжелому вооружению очень полезный боец плюс 6 точности дали кайф 685 это ганер хотя у него 3 хп но у него 5 защиты вот это вот и этот давайте двух сделаем снайперы работают на огромных дистанциях и могут наносить очень серьезный урон ганер пошел плюс 5 точности ой очень круто и второй ганер а потому что я помню так сап сап что нужно нам от сапа маневренность 14 ну и хп бы неплохо было бы может 13 на пятерочку 13 на пятерочек да медика делаем пулеметчик инженер инженеру точность не нужна наверное но инженеру на самом деле маневренность нужна но они все такие может быть это проходные будут инжи в принципе люди проходные да погодите я занят и пулеметчик так 210 что у нас по ангару пока нормально 4 корабля ой парни ой пар хорошо было бы хорошо если бы он был здесь еще будем ли мы спутниковый делать я думаю рановатым не не ранов будем спутник делать не не рановато еще а что постройка сооружения еще можно сделать генератор литейный для лисейки рановато там мы ну хотя если литейку сделать и попробовать на 120 и 30 сделать плюс 1 к базовому оружию то мне очень значительно проще будет до лазерки жить но кажется проект в литейном цехе открывается не сразу поэтому я пошел в уфопедию и сейчас быстренько гляну так это у нас как называется сейчас секунду псеник офицер primary weapon как она на когда второй long war да 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 уже прошли там ты как раз на максималке ты как где 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 как называется мэг джен псионик нет негенные офицеры как называется это литейный цех как на английском литейный цех поселить скорее всего здесь бараки ангар инженерка research situations room литейный цех пишет clear его ага да я пытаюсь найти но что-то не вижу foundry наверное да итак если мы говорим о foundry и говорим о о том самом который увеличение на единичку урона всего баллистического оружия вэпин апгрейдс энхэнс баллистик а ничего не нужно а сплавы пришельцев нужно 80 10 20 короче да давайте попробуем сыграть через через foundry ну мне интересно просто через литейку тем более у меня тут как раз место под него есть а может тогда материалы пришельцев исследуем готовы да только не хватает окей просто плюс один ко всему ко всей баллистики это очень хорошо и появится достаточно быстро это у нас до до дмпшки делаться но не успеет первой миссии выемка грунта завершена но у нас нечего но нет денег на постройку возвращаются после усталости мы большой летит низко я должен игнорировать контакт это миссия низкая я соберу трех трех текущих с созванием и еще трех выбираем внимательно мне бы еще один снайпер пригодился бы и самый нормальный это как раз вот 70 это вот у нас снайп дальше выбираем по балансу отталкиваемся от 69 5 12 вообще отлично блин хотя защита низкая 68 4 3 15 ой давайте вот этого еще точно уберем гуитар плеер спасибо гуитар плеер за гуитар плеер 13 13 месяц благодаря тебе по маневренности может взять 15 на разведчика мне же разведчики еще нужны хотя вот один уже с 15 есть давай ладно второго итак у нас есть пехотинец уже хорошо блин я уже по привычке пытаюсь лазерную винтовку поставить хрен тебе лазерный прицел и скорее всего величины магазины раз инженер естественно у нас берет парочку все таки осколочный гранат и дым пулеметчик страховочная аптечка пожалуй керамика мобильность низкая лучше экстендед сделать борис разор переподписан 6 месяцев благодарю борис разор ну здесь накидываем стартовый прицел гренка тоже меняем базовый прицел ставим может сразу поимен не 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 надо а так сложность низкая черт его знает что сколько там будет лечит карта знакомая смотрите ждем приказаний вас понял рейнджер штурм 1 может приступать к операции вправо ухожу Наверное, сюда Ой, влево Вправо, в скобочках, влево Ну, это, помните, это скриптовая миссия Друзья с низом Чайна Таун, да-да-да Сектовой, да? Перемещаемся У нас же будет бонус на На стрельбу сверху Даже если мы на полэтажа поднимемся Это уже будет хорошо Слева щебечит Сейчас увижу, скорее всего Что-нибудь слышали? И МТДОЧТОР активирует премиум 22 месяца Мэлт прям по курсу Ладно, я добегаю хэвиком сюда Мэлт вижу Ой, спасибо большое А что это у нас? Кофе, спасибо Без кофе никогда Там вебка есть Там вебка есть Или ты нормально у тебя Что ты ходишь У тебя вот от котов вот эта вот штука Видишь, что я царапали здесь Вот так вот Я все понимаю Я, конечно, все понимаю Опа Да понимался Называется Алиадо Гранди Переподписан 27 месяцев Ничего себе Что вы там? Каба 4 Каба 4 Каба 4 Каба 4 Слушайте, мне кажется, что нужно Бахнуть дым Сопресс на одного сектора Здесь овер А здесь дым на троих Дым К сожалению, наверх я особо никого Завести не могу Видимо так С богом Слияние разумов Хорошо, что он Слияние разумов На На человека, который Под сопрессом Новый пак А вот это хуже А вот это уже хуже Тупоумия 20 Мимо, хорошо Блин, мне не нравится Вот эта ситуация, если честно 43 Почему? А, тупоумия Тогда понятно Оверов не было У меня есть подозрение, что надо сваливать отсюда Потому что большинство людей у меня не работает Да, надо сваливать Сюда Раз Ты на месте стоишь хорошо Сюда ориентировочно Два Ты назад Сюда Три Еще позиция хорошая Не добегаем Там одним Да, вот так вот Ну приблизительно На самом деле Приблизительно Понятное дело, что они пойдут Выходят Уже видят Уже 19 Стрельба Уже плохо Уже плохо Филкавер Боеготовность 45 Ответка Молодец Надо сейчас вот это убирать Влево Чтоб триггер был 19 Да, надо точно сдвигаться Сюда вот Сдвигаемся Так Делаем Миллион овервочи У них нет ни одной видимой цели Они все должны подходить Но там 5 человек Но я за филкаверами Всеми Мне тоже кажется Боеготовность стрельба 46 Мажем 38 Нихт гуд Говорят Боеготовность 37 Ну это надо стрелять Что ж поделать Пытаться пробивать 44 У меня точность вроде неплохая Да Убили одного Может конечно подойти сюда кинуть Опа Тут человек уже сидит Прям под боком у меня А нет Это 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 Анимация Оооо Ладно Хорошо что ты докидываешь Гренку отсюда Ё-моё Снимаем кавер Ну пробуем снять кавер На ночь Нанести урон Сняли кавер Хорошо Можно подойти Так пострелять Нет 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 Нет. Нет. Миша, Миша, не тупи. Пожалуйста. Пожалуйста. Не надо так больше делать. 72. Давай сюда на овер. Давай сюда на овер. Так, получается еще двое, да? 1, 2, 3. Нет, или трое. Новый пак. Ой, хорошо. Сразу убиваем одного. Да, двое там. Бежал. Еще овер. Причем он больше стрелять не будет. Отлично, молодцы, молодцы, ребят. Ну вот попадайте же. Хотят жить, ребята, хотят. Сколько у нас там? 4 человека, 9. Похоже, это последний. Но мне кажется, мне кажется, надо сейчас как раз немножечко отступить, немножечко перезарядиться. Здесь овер. Здесь пока непонятно. Здесь, ну, не знаю, на самом деле. Давай так. Во. С богом. То есть там 4 человека еще. Мелт еще. Оп. Видим двоих. Я до сюда не докину никаким образом. Надо стрелять, я думаю. Хорош. 37 попадает. 37 попадает. А 42 точно попадут. Вообще. Что творят? Я по-хорошему в шоке. Двое остается. Право смещается для флангования. Ага. Учитывая то, что там возможно было до 3 овервотчей вправо смещаться. Это, конечно, хороший совет уже был. Все, остался последний. Выходит на нас. Убиваем. ГГ. Ушел. Вообще не рискаем. Вообще не рискаем. Еще, 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 еще. Ребят, накидываем. Накидываем. Давай, 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 давай. И он стреляет. 22. Не, 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 нет. Сейчас бы напоследок еще попал, сучок. Ладно, у нас есть сапресс. Мы, в принципе, можем его штурмануть. Раз. Не знаю, что у вас там. Два. Два. С метки уже будет попроще. Три. Четыре. Пять. Сапресс шесть. Вот как без сапресса, да? Глухая оборона. Окей. Это позволяет нам пройти, кинуть Грэнг его ханкер. И тогда, скорее всего, будет фланг. Если Грэнг, конечно, сразу не убьем, высокой вероятности. Задание выполнено. Это вон. Точно повышение там, естественно. Пока что без единой царапины. Это понятно. 160 еще получили. Слушайте. Пока трупы не продаем. Качаем пулеметчиком. Пулеметчик у нас с меткой. Качаем пехотинца. Он у нас на овере. Огневая поддержка. 71. 75. Плюс 5. Пока идем очень хорошо по меткости. Инженер. Дымы? Или бонусный урон? Нет, дымы, конечно, полезнее. Потому что плюс 20. Это точно второй снайпер у нас. 70. Плюс 4. Неплохо весьма. Ну и два товарища. Я пока не знаю. Ближе к следующей миссии посмотрим. Через 9 дней у нас будет БМПшка. 200, да? 200. Блин, еще ни одна страна не откололась. Как пока хорошо. Возвращаемся в строй. Маленький высоко, но его надо сбивать, конечно, пытаться. Там как-то через... Вот эта фишка с эскейпом и новым перехватчиком, она... Она... Это фишка или баг? Такой вопрос у меня. Вижу противника. А, скаут. 15 бега точно. Пробуем сбить. Попадание есть уже одно. Молодец. И-и-и-и-и-и-и. Аплодисменты, друзья. И высылаем рейнджер. Пехотинец, медик, снайпер. Плюс 3 новых человека. Грома у нас нет. Ну, выбираем. Пока сбалансированный. 4,14,67. Хороший оперативник. 4,14,68. Отлично. 5,12, но 69. 3,11 на 5 защитам. Минус 100, говорят. Видишь, там прокликать нужно. Ну, это, видимо, как разображают сектоиды. В любую погоду они ходят голенькие. Следовательно, отморозить чресло им не грозит. Спарообразование вегетативное. Полиэмбриония. Фрагментация. Какие у чатика идей? Психи. Так, ладно. Давайте выберем. Нам нужно еще одного бойца взять. Не знаю, на какую роль. Просто, чтобы не стыдно было за человека. Понимаете? Тут есть, конечно, еще один потенциальный, типа, снайпер. Но я не думаю, что... Давайте маневренного отталкиваемся от 14. 3.14 плохо. 5.14 низкая меткость. Вот, 5.14 низкая меткость. Это на штурма какого-нибудь, да? Так, у нас появляется пехотинец. Пехотинцу мы даем так. Медику, естественно, пока не забыли. Выдаем медкомплект. Достаточно точный. Поэтому давайте всем свободным прицелом. Снайпер с общим видом может взять страховочную... Страховочный медкомплект. Ну и дальше идут лемминги. У них должны чередоваться гранаты с прицелами. Разные гранаты. И осколочные такие. У этого точность, конечно, кривая. Что значит минус 5 счета или у кого-то минус 2? Это относительно нуля бонус или штраф по меткости по человеку. То есть он стоит по нему 100%. Допустим, без кавера, просто такая меткость 100%. 5 защиты будет, что по нему будет 95 попадать. Эти единички защиты очень важны. Особенно, когда речь идет о сверхмаленьких процентах. Ну, грубо говоря, ты сидишь с под фул кавером. Тебе вероятность попасть там 25%. Ты кидаешь дым. Да, там остается 5% попадания. А при наличии защиты ты как бы снижаешь за единички. То есть в этом есть определенный смысл. Для снайпера, конечно, защита не критична. То есть защита реально важна людям, которые встают на передовой, по которым так или иначе люди стреляют. Враги. Поехали. Помню, были персонажи с дробашами, унижали очень сильно врагов. Да, но здесь другая ситуация, потому что если ты начнешь бежать вперед... Так, НЛОшка. Что мы помним про НЛОшки? Если там и есть гражданские, очень надеюсь, что они будут... Это маленькое НЛО. Кажется, очень маленькое. То есть два пака плюс один защитник в центре. Ой, узнаю. Так, вперед мы отправляем, естественно, Нубасов. Уже спунил. Плохо. Блин, уже... Откуда я тороплюсь, скажите мне? Куда я тороплюсь? Ганеры все равно поближе. У снайпера есть... Это не снайпер. Ой, дурак, Миша. Ой, дурак. Вас понял. Двигаюсь к цели. Так, не хочется новых пулить. Слева могут быть паки. Ханкерим? Ханкерим. Подбегает Овервотч. Ганера с Овервотчем. Хорош! Уже нормальное такое начало. Уже нормальное? О, трупчик чей-то дернулся. Да, Оверы просто. Сейчас сам выйдет. 49. Ну-ну-ну, подходим, подходим. Стреляем. 50-50. Такие смешные вероятности, конечно. Но люди иногда попадают лучше, чем мы, предыдущие оперативники. Мелт с правым. Как-то мало людей. Мелт, вижу, давайте к нему двигаемся. Близко я похожу слишком. Снайпер настолько хороший. Да и гайнеры тоже хороши. Сейчас главное, чтобы... Звание пополучали и... Так, фулл кавр. Следующий ход. Мелт, собираем. Надо занять вот эти вот елочки, видимо. Слушайте, а там не маленькая она, не самая маленькая. НЛОшка. Тут два защитника, может быть. Ага. Ага. Двигаюсь к точке. Слушайте. Да, понял. Так, собираем. Мелт. Скорее всего, пулем пак. По крайней мере, мы слышали его оттуда. Собрали на нас плав новый. Может быть, это уже и с тарелки шумело. Выходим. Дроиды. Ой, я уже думал, кибердист. Какой кибердист, Миша? Третья миссия. Но я представил на долю секунды, насколько будет жестко, если там был бы кибердист. Вероятность крайне низкая, но умудряемся попасть, по крайней мере, один раз. Еще дергается. По 28-29. Еще дергается. Так, что там снайпер видит одного, начнет он с него. 50% правда всего лишь, ну. Хорош. 75. Этот сидит, точнее, на земле находится, поэтому... Точность просто прекрасная. Ганнер уже, видите, бонус есть. Перезаряжается. Выстрел перезарядился. Третьего ждем. Вылетает третий на 3-4 овервочи, низкоуровневых, низковероятных. Но, тем не менее, стреляем. Пробуем снять. Мне стрелять нечем. Ох, 60-мартовский, кибердистский. Да. Еще один овер. Так себе, конечно. Промазал. Промазал. Вот так вот. Ну, хотя бы немножко его ранят, я не знаю. И каверс нет. Ну, вот видите, другое дело. А то у него половина надо перезаряжаться, а он уже близко. Хотя что-то... Ну, надеемся, что сейчас хоть кто-то из трех попадет. Попадает, но один хит остается. То есть он флангует меня, да? Да, флангует. 60 процентов. Ранение уже получил одно. Ранение у нас получил кто? Лимминг. Возвращаемся. Лечим его. Да, надо было... Я мог избавиться от этого фланга, по крайней мере, он... Давай перезарядимся. Не всеми, но... Еще кто-то. Третий пак будет. Сдвигаемся. Не торопимся. Внутри еще. Хотя это может быть уже... Защита какая-то. Надо прислушаться. Есть там еще кто-то или нет? Я бы подвел снайпа, потому что есть вероятность, что у него из-за вот этих деревьев не будет возможности пострелять. Слушаем. Да, никто не шумит. Думаю, что остался только этот страшный... Защитник. Думаю, как подходить к нему. Видимо, все-таки от стеночки вот от этой двигаться. Смотрим. Да, это точно. Shut up, listen, говорит. Возможно, триггер. Нам нужны люди с гранатами вообще. Не остались такие. Есть одна. И вот вторая. Их к стеночке. Чтобы у них была возможность после... пушем. Он выдержал такой удар на такой скорости. Материалы, из которых сделан корпус, на порядок превосходят любые известные нам сплавы. Поняла? А здесь под фулл-каверами ютимся. Не, нельзя так делать. По крайней мере, в конце хода так нельзя делать. Да, там только этот остался. Попробуем заглянуть. Не видим. Попробуем заглянуть. Не видим. Не торопимся. Мелт один собрали. И так ранение уже получили. Зачем нам лишнего там? Ну отсюда должно уже увидеть. Да, вот он. Ой, он меня... Он очень плохо. Блин. Он меня флангует. Кажется, куда бы я ни пошел, он меня флангует. Он меня в любом случае флангует. Хотя вот отсюда нет. Я думаю, что надо заходить вот так пытаться его в принципе самого прострелить. Направляйся на точку. Тут фланг и хорошая вероятность подранить его. Отлично. Тут даже типа пострелять можем. Но здесь нельзя. Здесь надо уходить куда-то сюда. Или сюда. Но здесь угол будет. Не, вот так надо уходить. Буду на чеку. Аверить с остальными всеми. Молиться. Он должен дергаться. Сейчас побежать вперед. На пару рэф он попадет. Отлично. Один хит, один хит. Ребят, один хит, один хит. Буквально один хит. Давайте. 35 нам, 21. Еф. Молодцы. Все. Хорошо. Первая наложка маленькая. 6 человек. Два пака и защитник. Мы получили ранение на 19 дней. Все получили повышение. И самое главное. Лерис плавает. Я попробую на баллистику дальше пойти. Оперативники. Те, кто... Короче, повышаем. 71. 72. Это... Страдает, в общем, пехотинец второй. У медика, понятное дело, ветка по реанимации. Полевой хирург. Четверочек дали точности. Снайпер 75. Меткий глаз. Практически полетающим. Давайте, я не буду. 78. Не посмотрела, сколько у него точности. А, это тоже пока непонятно кто. Это тоже непонятно кто. Окей. Итак, мы должны дождаться исследования вооружения пришельцев. Потом делаем прицелы. Потом материалы пришельцев. А после этого в Литеке проект. Да. Да? Я сиром ничего продавать не буду. Мы члены совета готовы купить у нас какие-нибудь полезные устройства. Вещи на продажу стоит выбирать осторожно. Есть подозрение, что даже ученые пока не знают истинную цену наших находок. Путниковые связи работают на предельной мощности. Требуется дополнительный модуль. Можно, конечно, сделать генератор. Он делается быстро. Но... Да, надо делать генератор. Десять дней. Активность Германии. Бурная. Минус Германия. Ха-ха-ха. Вообще отлично. Ну, возвращайтесь, друзья. Возвращайтесь. Возвращайтесь. Завершена. У нас 13 марта. Мне кажется, что 25 марта у нас первая миссия советов. Где-то было записано. Джанк 5 мая. Это, друзья, снизу. Так, выемка Грунг. Это пока не нужна. Скриптовый выход одной страны. Я понял. Но нужно же постоянно так. Так, у нас есть три бойца. Дальше на прокачку. И через три дня БМП-шки могут возвращаться в строй. Возвращаются в строй. Возможно, без БМП-шки пойду даже. Артем Соколов возвращается. Так. Сделали БМП-шку. ЮАР. Активность. А вот и сообщение от Совета. 13 марта. Ох, много денег. Вы и есть спецназ. Это миссия. Вы и есть спецназ. Ну, смотрите. У нас с одной стороны 6 человек на прокачку есть. То есть, в принципе, все есть. И миссия не такая простая, чтобы... Да и качать основной состав нужно, конечно, по возможности. Но проблема заключается в том, что... Ну, хотя нет. Здесь есть еще люди, поэтому давайте. Давайте берем пехотинца, медика. Пулеметчика, снайпера, инженера. А вот следующее место вакантно. Слушай, может мы возьмем спецназ Скалова еще на рейнджа нормального? На... Ну, да. 4 защиты, 68 меткости. Ну, на ганнер его. Раз уж там один под вопросом. Плюс 5 меткости. Отличное начало. Так, пехотинец. Пехотинец. Прицел. Экстендед, прицел экстендед. Медик, да. Пулеметчик, да. Инженер, да. А, разведчик же еще нужен мне. Разведчик нужен один. Не, пока не нужен. Не, нужен. Разведчик с чем у нас? Вот он, 15 мобильность. Давай разведчик сделаем. 16-му еще единичку дают на старте по мобильности. Я еще не проверял, кстати, броню. Сканер может пригодиться. Есть оверы будут. Больше прицелов. Броню не проверял, реально. Тактическая броня, ок. Тактическая броня, ок. Но мне маневренность тут особо не нужна. Тактическая броня, ок. Снайпер. Тоже броня, молодец. Датчики. Доверим, зачем на скриптовую миссию датчики. Слот хочешь потратить? И не капси. Поехали. Да, это вы и есть спецназ. Там для нас есть работа. Помню. Так, у нас пул появляется вот на этом моменте. Моменте, да? Вот здесь вот. Блин, волк-одиночка здесь уже очень хорошо бы заработал. То есть уже десятку точности мы получили. Так, надо парочку влево за фулл кавер. Переводить по-хитрому. Чтобы... Тут, мне кажется, даже двоих дадут оперативникам. Вот этого и того. Разочеку разуме нельзя марксом сквозь здесь взять. Да можно, конечно. Уже. Уже бегут. 47. Мажем. Черт, промазал. И он ушел. Там три человека. Не, ну это на самом деле неплохо. То есть мне не надо ближе подходить. Мы можем работать уже отсюда. Единственное, я бы выставил всех приблизительно, да, на один и тот же уровень. Поехали. Он уже стреляет, блин. Никакого овера. Снайпер под огнем. О, огневая поддержка сразу срабатывает. Ганер. Ганер, блин. Как они же давят, а. И точность хорошая, и полезные обилки. Два овервоча по 50 приблизительно. Есть, минус два. И третий остался. Он, кстати, стреляет. Или щебечет. Щебечет. Да, щебечет просто. Мы его можем подсопрессить. Мы его можем поатаковать. Атакую снайпером. Голографической же нет у нас. Или есть? Есть. Сопрессим тогда. У хэвика же уже голографическая. Увеличиваем десятку меткость. Пропадаем. Чуть подойти надо. Чтоб пострелять остальными. Молодцы. Перезаряжаемся, уверен. Помним фэнмэны. Помним скриптовые фэнмэны в разных местах. Помним вы и есть спецназ. Фэнмэнов слышу. Да, да, да. Надо двоих сейчас провести. И хэвика поставить за фулл кавером. Там, чтоб он сопрессил на острие. То есть пройти вот как-то так. Не торопясь. А потом выйти сюда. Скорее всего мы спулим кого-то. Тут очень мало каверов в лоу. То есть ты подходишь и уже как бы пулишь. Мог и вот сразу два пака спулить. Да, хорошо, что сейчас никого нет. Мы спокойно занимаем позицию раз, позицию два. Здесь можно чуть-чуть. Все, хватит. Дальше вот к фулловому вот этому каверу надо идти. Двумя бросоками. Это раз. Это два. Снайпера оставили, а вот этот, видимо, будет пулить дальше. Никаких хранений, никаких вообще ненужных, неэффективных классов. Ну или классов, которым я не умею пользоваться. Блин, а плохо тут, на самом деле. Давай-ка вот так ротацию сделаем. А то у меня один товарищ не работает. Блин, где же там этот сэммен? Я понимаю, что он один, бла-бла-бла-бла. Но там еще пак сиктоидов, насколько я помню. Да. Минимум. И вот кто его знает, как действовать здесь? Дальше полуукрытия идут. Ладно, видимо, придется. Видимо, придется пулить. На полуукрытие. Блин, не, я не хочу сейчас. Сейчас подойду, уже полхода потратил. Я уж, ты скучал. Дайди, бой. Ведь он-то вейс. Выдвигаюсь. Надо снять по себе. Я во всем позабочусь. Перезреться. Рок-н-рол. Вот где они ползают-то? Скажите мне, где они ползают? Сканер новато вроде как еще. Ну и есть спецназ. Отступаем. Наверим. Два. Финьмен прямо вот под этим, по центру. Сейчас два сектоида пойдут. Один идет. Раз. По пятьдесят четыре трая. С первого же убиваем. Три промаха, потому что не по кому попадать. Повышение получили. Вы. Здесь на всех работы хватит. Сейчас нам некоторое время вандор надо будет послушать. Но он, во-первых, в звании человек. Надо вот ему выбрать правильный класс. Потому что у него непокобелимость есть. Или как он там называется? Непоколебимость. Нужно выбрать класс, у которого эта штука... У которой этой штуки нет вообще. Есть такой класс? Вот мне эксперт. Экспертное мнение нужно. То есть у него есть этот перк. Что типа он не дезморалит. Но если ты выбираешь, например, там хэви какого-нибудь. Или ганеры. Пулеметчик говорит из него. У пулеметчиков нет, в принципе, да? В ветке в непоколебимости. Подходит, подходит все кто это. Терпение, терпение. Идет, иди, иди, иди. Сейчас подниматься будет опять. Здравствуйте. Да, шансов никаких у него нет. Следующий ход мы перезаряжаемся. Вы мне поможете или нет? Обязательно. Я перезарядился. Можно начинать. Вы что, парад такая? Ах, гляд. Скажи, не вы. И фунтмен сейчас. Агрим. Вы и есть спецназ? Давайте сюда. Снайпер или пулемет? Но снайпер как раз вот не нужен из него, потому что непоколебимость снайперу это зачем? Подходим так. Главное, не перепутать. Ганер это пулеметчики, вантор можно... Нет, ганеры у меня это ганеры. Пускайтесь! Тут на всех работы хватит. Мы и есть спецназ. Так, значит, что мы делаем дальше? Мы подходим еще немножко ближе. Кривовато, я понимаю. Но ничего сделать не могу. Не хочется подходить без укрытий. Там точно фунтмен. Прямо мы его слышали. Мы его встречали до этого. Поехали. Уже может увидим сейчас. А может и нет. Ладно, оставлю так. Уговорили. То я еще целый ход потрачу. Да. Ладно, поехали, да? Ну не медикам же. Ну не этим же. Может скан кинуть? А вот скан реально... Либо сейчас, либо никогда. Поехали. Да, видимо. Конечно специально. Давайте возьмем его в плен. Давайте сама как-нибудь... Пообщалась она. Смотрим. Ходит он, не ходит? Никуда он не ходит? Так, ну что, ребят. Мы и есть спецназ, поэтому... О, а мы можем Гренко его стригерить. Ха! На-на! Раз. Все, и теперь он сам может сдвинуться к нам подвижен. И он потратил ход, и я, соответственно, его могу флангануть. Ага, отлично фланганул. Прекрасно просто. Ладно, 76 меткость, это хорошо. Справились. Все, спускаемся. Кажется, там... А, есть еще сектоида на той стороне. Их надо убивать. И вот зря я, кстати, скан кинул, потому что мне сейчас... Подходим к этим каверам. Да, переходим. Хевика тоже поближе. Снайп работает. Да, зря я так. Так, берем Лемминга. А нас нет Лемминга, Михаил. Так, только не спасай его, прошу. Неопоколебимость в Штурма-6. А тогда это без мастера ближнего боя. Мне нужно... Короче, пулеметчик я, видимо, из него делаю. Увидели. Эээ... Эээ... А как ты? Блин. Никто не видит. Ладно, они спулины, типа. Или нет? Вы мне поможете или нет? Не, пока нет. Пока нет, мужик. Ясно. Поехали, поехали. Че, и нет Вижена? Ну, можно Гренко, конечно, туда зарядить. Не знаю, я докину, не докину. Докину, да... Да не докину. Не, лучше вот так, наверное. Ой, хорошо, что не согрел. Все, сейчас закидываем прямо в кучу Гренки. Поехали. Помним про два дыма еще. Бах. Минус. Один. Группа противника. Целая группа из одного сектоида. Оберим. Улыбаемся. Здесь меткость надо было делать, конечно же. Ошибка на снайпере. Выходит. Оп. Первый овер. Красиво. Остались скриптовые... Thingmen. Наверное, самое... Опасная и рандомная часть. Мне нужно более-менее распределить оперативников. Так, чтобы они в случае чего могли и вернуться достаточно быстро, и пострелять с разных... с самых разных сторон. Хэвик должен сопрессить. Тут пока перезарядка. Overwatch. Вы мне поможете или нет? Так, все, берем. Вы очень вовремя. Я пока держусь на мои бойцы. Им повезло меньше. В общем, Overwatch. Пока не появились... Ой, да ладно. Один за один. Overwatch. Какое снаряжение я вижу впервые. Доставить сюда. На вас идет группа чужих. Готовность номер один. Пора доставить объект на рейнджер. Так. Появился только один. На самом деле, это неплохо. Скорее всего, он даже здесь меня не увидит. Да ладно! Нет, увидел! Как же повезло вам. Мне 65 он мажет. Блин, вот не надо расслабляться. Прикрой дверь к красавице мне. Отлично. Когда выберемся отсюда, я отплачу этим тварям за все. За каждого моего бойца. А нет, попали по мне. Попали. 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 Ошибка. Штурм один. К вам движется противник. Давайте, ребята. Попадание 56. Давайте, давайте, давайте. Там еще три овервотча. Давайте еще 51. Плохо. Ты смотришь на нибудь. 63. Блин, только не это. Так, ладно, он не успел выстрелить. Ты видишь, да? Там фулл кавер. Хотел бы сделать больше, но тут уж ничем не поможешь. Не об этого вывел, конечно, и подлечил. Сюда на сапресс. Здесь, соответственно, лечим. Я пошел. Ключевые скин 50. Но сначала под сапрессом для метки. Проверяли отсюда, видно, и он... Блин, че же я ее... Ну, я не... Зря рискнул, в общем. Очень зря рисковал. 55 меток, давай, убивай. 1%. Можно. Хорошо, продолжаем сопрессить. Приза коммунизма, говорит. Как ты смотришь на БМП после второй половины игры с лазером и плазменом? Я плохо отношусь к БМП, просто потому что... Они не качаются. Так, здесь отступим. Возвращаемся, чтобы пострелять раз. Потому что столько с этой точки, я его вижу. Опять мажем. Корректируй огонь. Блин, вот хоть обходи его. На будущее хотя бы. А, у меня нет носопресса уже. Надо тогда выстрелить, чтобы метка поставилась. Надо попытаться протоковать здесь. 59, блин. Ну, здесь я, конечно, флангую. Но мне очень не нравится эта ситуация. Потому что здесь 90%. Это не факт. Ух, хорошо. Так, перезаряжаемся. Подходим, перезаряжаемся. А кого мне ранили? А, гренадеры. Ладно. Гренадер не такой прям требовательный к прокачке. Да и, в принципе, класс. Он так не очень сильно требовательный. Характеристикам бойца имеется в виду. Ну, что, сдвигаемся дальше. Еще парочка фингменов должна быть. Они будут появляться в случайных местах. Появляться сразу на овере. Слушаюсь. С Богом. Внимание. Штурм-1. Сейчас на вас выйдет подразделение. Стреляем, ребят. Стреляем, 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 стреляем. Ой, второй внизу. Так, одного убили. Поэтому еще даже постреляли немножко. Так, снайперы видят. 72. Хорошо. Хэвик может метку поставить, чтобы прям вот... Там овер. Хрена. Непонятно, непонятно поставить. Что ли? Добежишь или не добежишь. Все, отлично убили. Кажется, это последний. Подходим. Все равно оверим. Подходим оверим. Подходим оверим. Да. Это были последние. Скорее всего. Не, может быть скрипт. Я все равно в два хода сделал, потому что я все равно не всеми добегаю. Поэтому частично овервотч у нас будет. Но нет. Это концовка. Раз. Никого не потеряли, но ранения получили. Ранения серьезные. Ранения на месяц. Ранения у инженера. Школу офицеров можем сделать. Потому что, видимо, получили звание, которое... И можем семь человек взять. Фрагменты, наносплавы, трупы. Снижение паники. Два инженера. Не забывайте. Мы видим все. К сожалению, партизанку нужно делать... Точнее, школу офицеров нужно делать вот здесь. Я не вовремя копал. Вандорн. С двумя званиями. У него хорошее... Неплохое количество здоровья. Хорошая точность. Опять же, я не уверен. И второй тоже неплохой. Подождите. У меня же там апы внизу. О, давайте пулеметчиков. Остальных тут по... Приспособленец вряд ли. Кумулятивные неплохо. Осколочные боеприпасы вообще отличные. Вроде штука. Каждый пораженный противник получает дополнительный урон. Хотя фиг знает. Работает ли он без ракеты. Значительно проще все с медиком, например. Это реаниматор. Естественно, со снайпером тоже. 78 у него точность. Это крит. Плюс 3 точности. Далее. Пехотинец 76. Который уже приспособлений с хорошим овером. Далее всего 2 единицы точности. Разведчик появился. Одинокий волк. Нет, не, меточка. Меточка ему нужна. Ему нужна меточка. Инженер отдыхает. С берегами. Для пулеметов патроны. Коммертивные пули. Окей. Хорошо. Значит, 5 дней ждем. Строим офицерку. Делаем исследование. Генератор готов. И вооружение пришельцев готово. Хорошо. Новое строительство пока нет. Потому что там нужно потратить будет деньги. И в литейке. Так, и на прицелы. Начать новое исследование. Марксманский обычный прицел. Материалы пришельцев хочу. Хотя можно лазерные технологии. Но я лучше сделаю материалы и лазерку отложу. Лучше через баллистику, раз уж мы решили это сделать. У этой технологии большой потенциал. Если найдем что-нибудь интересное. Литейный цех. Прямо сейчас. Но я там не смогу сделать, пока у меня не будет готово. Может модуль спутниковый. Может трупы продать. У нас же вроде все нормально. Трупы сектоида хорошо зайдут. Давайте в литейном посмотрим, что... Литейный цех готов к работе. Вы впервые в литейном цехе? Место не самое романтическое. Да, пока неинтересно. Ничего интересного у литейном. Надо было делать... Давайте произведем. Произведем прицел. Лучше парочку, конечно. Я бы даже три сделан. Ну, минимум снайпер, минимум... Этот... Стрелок. Я понимаю, что дорого. Но очень полезно. О! На глобусе отмечены точки, где произошли похищения. У меня есть точные координаты. Два неточных пехотинца у меня есть. Еще не поздно. Слушайте, а пехотинца я могу из Вандорна сделать? То есть вот сразу. У него меткость неплохая. У него есть непоколебимость или нет? У пехотинца. Такой вопрос. А надо посмотреть просто. И все. Огневая поддержка. Я не вижу у нее непоколебимость. Поэтому давайте из него стрелка сделаем нормального. Как думаете? Что, Тир-2? Есть, говорят? А, вот она. Да... Берем точно снайпа. На младшем капрале. Кого мне из него делать тогда? У этого только один. Надо, наверное, сделать одного медика. Кто мне там отдыхает? Инженер, кажется. Да, медик второй нужен обязательно. От медика, например, вот 5-14 маневренный. Или 4-14 вот этого специалиста. Хотя 68. У саппорта меткость тоже важна, потому что я, скорее всего, буду через выстрел и выход в Overwatch. Поэтому давайте вот этого стейна в медика делаем. Плюс 2 точности. Ну что ж, мне не везет так с... Даем ему. Разведчик нужен. Снайп поможет. Нет, снайпы там у меня есть. Так, а может реально разведчика? Не, у разведчика вроде тоже есть непоколебимость. Есть ли у разведчика непоколебимость? Давайте посмотрим. Вот не вижу как раз у него. Мне как раз разведчик-то пригодился бы. Правда у него маневренность для разведчика 14 всего лишь. Гранадер, акищик, снайпер, развед, пулемет. Не поколебуюсь, нет древа умений. Ладно, давайте посмотрим. Пехотинец, пехотинец, снайпер, медик. Ориентировочно инж какой-нибудь, да? Вот это пусть будет инженером. И разведчиком. Блин, нет. Для разведчика действительно мобильность низкая. У нас пулеметчик есть еще один? Нет, давайте из него пулеметчик сделаем. Окей. Второй пулеметчик. Он очень и в этой миссии поможет. И сразу меточкам. И... Страховочная аптечка. Поехали. Так, здесь должно быть типа 12 человек, да? Поделите минутку. В чате обсуждений будет ландомат в сложности играть. Я не уверен. Не буду обещать сейчас. Потому что пообещаю. И будем потом как готику скружать. Пришельцы решили ударить туда. Очень нравится мне вот это вот место. Потому что тут карта достаточно открыта. Да. Так, ну у меня есть снайп. В принципе, он с общим видом уже может заходить наверх. Десантирование разрешаю. Давай снимем. Как правило, пара паков гарантирована здесь. И пак здесь. Ну и в той части. Гренадеры, наверное, сюда. И надо зайти... Парочкой сюда. Товарищей снайперам, скорее всего, забраться на крышу. Убедившись, конечно же, что... Поблизости у нас нет опасных людей. Убедившись. Сектоиды. Сектоиды. Медик. Ганер. Я пока не убедился В том, что здесь никого нет Хорошо, уже, уже чуть-чуть лучше Давайте его Справа, сектор Hello, нашел, что говорить Ау, там есть кто-нибудь? И сразу мутон такой На, тигренка в лицо Да, пак здесь Видим троих Ну тут, в любом случае, сопресс По-правому Точность уже хорошая 57 полукавер По метке Раз И второй раз туда же Попалим Снайпера я все-таки Сюда поставлю Хотя это и рискованно Целимся под общий вид Под следующим Естественно полукаверного Надо пытаться Вышатать Здесь люди Не в позиции Я бы гренадера сюда подвел Ганером пока что сюда Слияние пошло Полечит Пока на единичку Справа близко Шаги уже слышу Этот ступает Полукавер Сопресс пошел И 1% Окей Так, ну что Надо Стрелять по тому По кому можем К сожалению Это только 73 По которому мы мажем С вами Подавлять могу Одного Продолжаю подавлять Пытаюсь Его добить Да что ж ты будешь делать Ну Ёкараса Мажем 70 4 раза 57 Это очень плохо Ну Я кидаю гренку Видимо Хотя даже не знаю Может быть лучше По этим 2 Я учитываю То что Кавер с ним Возможно Справа Да, сняли Сняли кавер У меня ганер Не работает Молимся Что сейчас не попадут По полукаверному Сопресс Ладно Этот стрелять будет 27 Хорошо Так 53 Да Здесь подойти Не можем Здесь к сожалению Перезарядка Можем бахнуть Цвета шум Конечно А давай Не будем рисковать Закидываем Света шум Убираем Сопресс Можем Подсократить Дезориентируем В общем упырей Надо перезарядиться Еще Конечно К сожалению Могу только по этому Работать Поэтому подхожу Ближе Сапом Потому что У того полуукрытия У человека У права По нему Соответственно Мы можем Работать 44 Правда Толку Блин Здесь надо Наверное Было метко Связать Хотя Не угадаешь Как лучше Действовать Потому что Подводим Еще так Я здесь Перезаряжаюсь Просто Очень долго Я этих Мучаю Паника Пошла Голазадов Убегает Даже На руку Хотя Я Ладно Стреляем Тут Многие Могут Попасть Могут Но Что-то Не попадают Опять Третий Выстрел По 50 67 Уже Угол Подходим Так И меткость Я не могу Его Сопросить Ошибка Сейчас Мог Спулить Пак Молимся Чтобы Этот Сектой Не натворил Делов Продолжает Ходить Ах Ты Гад А Зато Мы знаем Что там Справа Пак Есть Перезаряж Перезаряжаемся А А вот Зря Сейчас Ты Подставился Так Он же Как Как Ушел Так И прийти Может То есть Один Пак У меня Прямо По курсу Вниз Другой Слева Пробегает Собака Вы видели Разработчики Фракции Анонсировали Тактика Логический Сепак Новое Дополнение Да Я Слышал Что Слухи Есть Такие Классно 9 октября Ждем Сектоида Он явно Куда-то Двигается А Ну Такое Себе Глобального Ничего Так Уже Флангуют Ну Я Сопрешен Ну Пытаемся Прострелить И Вон Это Ошибка Так Не надо Было Делаться А потому Что Опять Новый Пак Мог Сейчас На Себя Сагрить Работаем Выходит Новый Пак Четыре Человеком Разбегаются Ладно Ну мы По крайней Мере Не Окошко Абера Не будем Показывать Так Снайпера Выводим Вроде Меткость Неплохая Да Давайте Попробуем Стрелять Сразу Хорошо Раз Попали Два Попал Молодец Хэвика Сюда Одного Засопрессим И еще Пак А вот Это Очень Плохо А вот Это Уже Очень Плохо Во-первых У меня Тут Видимо Ганера Надо Сюда Ставить Что Что Просто Не Подходили К этому К снайперам На Лизвер Активирует Премиум 6 Месяц Спасибо тебе За активацию Кажется Я Забанил За спойлеры Если я правильно Помню Засоветуем Засоветуем Слияние Разумов То есть У нас Там Еще 6 Человек Да Ладно Новый Пак Минус Один Да Их Много Их Много Их Много Ребят Не 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 Можно Отступить Снайпера Тоже Надо Наверное Убирать Так Снайпера Пока Две Цели 88 100 Это Причем Бафает Товарищ Давайте Его Шатать Бах И Урон Нанесли По Ближнему Тут Я Пустой К сожалению Обойду Не Я Попробую Просто Новые Цели Давать Один Еще Ближе Угу Ковр Очень Хороший Этот Спросим Одного По крайней Мере А сколько Там Осталось 7 Человек Еще Ё-моё 7 Пошел Баф Вот этому Надо Снайперам В следующий раз Снайпер Здесь Вообще Отлично Работает Видите Как Но он Очень Рискует Потому что У него Ковров Нет Мимо А то По уме Так Пробуем 68 Да Ну Че ж Поделать Давай Нет Подожди Бежи Бежи Мы Стрельнем Разок А Поэтому 68 78 Это Две Большие Разницы Ой Убили Даже Вот Отчасти И поэтому Тоже Можно Минус Один Давай Еще По второму Попади Хорош Минус Два Еще Урон Нанесли Красавцы Выходит Новый Overwatch 51 Щебечет Слияние Ну Они Подсвечивают Еще Мы Видим Где Где Новые Еще Слияние Разумов Справа Подходит Овер 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 Так По дальнему Или Давай Через Пулемет А пулемет Не готов Снайперу Придется Стрелять Как он Может 68 Плохо Я бы Не пожалел Здесь Гренку Кинул В Этого Упыря Так Чтобы Кавер Не задеть Свой Слевым Поехал Гранатом Надломил Я тут Укрытием Не знаю Есть там Овер Или нет Рискуем Блин Может Этого Все-таки Флангануть Не Здесь Еще Есть Люди Видно Получается Надо Молиться Просто Слияние Пошло Слияние Пошло Вон Там Еще Один Слева И Пятый Еще Как Минимум 20% Держись Так Двое Должны Еще Ходить Этот 45 Нет 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 Он Видел Снайпера Из-за Того Что Гренку Поставил Да Овер Дайте Овер Нет Нет У меня Стоит На Овере Никто Ничего Не Видит Минус Снайп Да Ну Нафиг Ну Это Ну Как Три Овера Никто Не Увидел Хотя Тут Ну Да Тут Просто Фулл Кавер И Все Надо Реанимировать По идее Вообще Нужно Дальних Мочить Спешу Но Вероятность Что-то Меня Не Радует Ладно Поехали Здесь К снайпу Побежали Естественно Все Одна Ошибка И все И месяц Без Снайпа Месяц Просто Понимаете Месяц Хотя бы Одного Шатать Всех Видишь Тоже Всех Видишь Настреля Пока Мо Сможешь 56 Не важно Не важно Не должен был Ей утереть Пси Мимо Хорошо Это флангуется Справа Зацепило Охренели что Стабилизируем Байцы Было бы Классно Если бы Они 30 50 Стабильно Не попадали Как бы Реально Был бы Благодарен Ковер Кстати Сгореть Может Да Ковера Нет Сгорел Хорошо Что тот За фулл кавером Нифига Не видит Прям Прям Очень Хорошим Пробуем Пробить Этого 95 Крит Давай уже Добегай Быстрее Ладно Еще Одна Попытка А Вот Я же Поторопился Еще Я же Без кавера Пулеметчиком Стоял Дурака На такой Миссии Такие Потери Ну Ё-моё Два Человека Вырубаются Ладно У нас Есть Замены Пока Сейчас Время Идет достаточно Мало Активности Но Три ранения Три ранения Точно Месяц Стоп А где А где Третий Два ранения Все таки Два ранения Одинокий Не Давай Повоздушным Овервотч Отличным Плюс Два Меткости Блин Какие Хреновые Эти Получаются Мне Еще Полевой Плюс Два Меткости Добавляется Уже Который Раз Людям Которым Очень Нужна Меткость Ладно Миссию Выполнили Я думаю Надо все таки Делать Спутниковый Модуль И готовится Заказывать Спутники Три прицела Шесть дней Что у нас там По фатигам Один день Все вернутся Пулеметчик Осколочный Поехали Офицерская школа Блин У меня не хватит На офицерку А Одна энергия Фух У меня бонус По продаже Трупы продаем Семь дней Школа офицеров Дополнительный Сотрудник Фрагменты Наинжа Кажется Не надо Этого делать Потому что У нас сейчас Исследования Будут Как раз Вот Так Вернулись Люди Хорошо И Три прицела Это очень хорошо Запрос Государства Другой Какой там Спутник Понятно Может Попродавать Еще все таки Один спутник Заказать Нет Трупы нужно Нужно Придержать Некоторое время Сейчас школа офицеров Вообще Вместо спутника Маленький Высоко Разведчик Нужно сбивать Надо Сбивать Может Один Трай с ракетчиком У меня уже был Трай с ракетчиком Я не хочу Ракетчиком Потому что Он в отличие От гренадера Мажет Ты серьезно Попадаем Ребят Попадаем Попал Раз Молодец Давай второй раз Хорош Миссия Поделерий Готовы ли мы Школа офицеров Лучше школа офицеров Дождаться Поехали Школа офицеров Нам нужно Соточку на лейтенантов А это не расширение Состава Но это приказ Это очень хорошо Все равно В сером рынке Пока продаем Три трупа Сектоидам В школе офицеров Назначаем На медика Снижает усталость в отряде Можно еще одного Кого-нибудь Ну непонятно Кого Потому что Только медик У нас тут Нормальный То есть он должен Находиться внутри И пропускать ходы Пулеметчик сопрест Пехотинец на овере Стреляет на овере Разведчик Как правило Находится впереди Инженера Но он не готов Инженера Но он не готов Так ладно Сейчас у нас Миссия маленький Опять два пака Плюс защитник Мы с вами берем Весь собственно отряд Помним про Три прицела Которые у нас есть Качаем разведчика Разведчика или Инжа Вопрос То есть пехотинца или Инжа Наверное пехотинца все таки Да давай второго пехотинца Раз уж у нас есть Три прицела Стало быть можем Выдать Раз плюс восемь Пехотинец Два плюс восемь И пехотинец Три плюс восемь Страховочную аптечку Пулеметчика есть Разведчик с этим сканом есть Медик Ма Ла Дец Как достроиться Как доделать исследование по броне Делаем наверное следующую броню А в литейке делаем улучшенную баллистику Недалеко от небольшого города Что с богом В районе крушения противник не обнаружен Штурм-1 готов занять корабль Вас понял рейнджер Штурм-1 попытайтесь войти Попытаться войти Угол Есть Сзади никого Укрытие вроде как есть Ставить вперед я буду В первую очередь Пулеметчиком Разведчиком скан пока не тратим Ганеров подводим Снайперы бы тоже чуть повыше Потому что есть уже проблемы с тем что не видно Прислушиваемся Повторюсь ориентировочно два пака Никаких ранений Сектоиды Слушаем с какой стороны Сектоиды прямо справа Ооо Летуны кажись Прокидываем Сканчик туда значит Да И думаем Сможем ли мы вот сюда забраться Или нет Пошел скан Скан есть Врагов нет Соответственно Первое что делаем Первое что делаем Подходим На пол хода с овером Снайпер Снайпер на следующем ходу Может уже Работать Ставить его вот сюда И он будет уже по всем стрелять Чуть агрессивнее действуем Чуть агрессивнее действуем Меткость не поставил Ооо Прям по курсу Что зашел Мелт еще впереди Да Где кавер Михаил Где кавер Ладно Подходим так Наполовинку Тут же нет нервишек Поэтому Поэтому они не выстрелят по мне Без укрытия Без укрытия Пулем скорее всего Дроид Два сектора Начнем Как водится Со снайпером 60 93 Естественно Раз Можно было с критом это делать Чтобы вот Пробивать броню Подходим Пулеметчиком Делаем сапресс По По нему Плохо Плохо Давайте добьем Этого ближнего А того на овер поставим Да ладно Ты что 86 Мимо 89 Попали Окей Здесь овер Здесь пока Овер 37 Атака Хорош Вот уже ганеры Начинают работать Да как 15% попал Ну начинается В общем Вот что это Кто это Как это В общем Там правда По броне Вроде это не ранение Ищем Да Это не ранение Ну или вот Тут должен быть Тонкий намек Просьбы С долей юмора Да Но Его нет Что стреляем По меченному Попадаем Перезарядиться лучше здесь Овер Овер Я подлечусь Подлечусь точно Буду насторожать О Летуны Это явно Летуны Тоже Перезаряжаемся Здесь лечимся Надо Надо кстати Не пулеметчик Метку Ставить О Летунный Прямо По курсу Да 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 И мелд Перегруппировываемся Странно Перегруппировался Но бог с ним Меня полуукрытие Смущает Очень Выполняю Сделаем Вещи Выхожу Ну вот еще Рабочие Я пошел Они кстати Могут быть в этой В тарельке Вполне Выполняю Ну или там С той стороны Находиться Снайпера Скорее всего Надо подводить Тоже Потому что Вот это вот Возвышение Оно мне Перекрывает Частичный Вижн Сейчас вот сюда Заберемся Фулл кавер Фулл кавер Фулл кавер Плюс там Камешки Впереди Вижу Отсюда Уже Можно работать Достаточно Агрессивно Играю Тут Освобождаю Укрытие В общем Для остальных Доводим Снайпера Смотрим Что дальше Рейнджер Снайп Пусть Прицелы Опа Вылетают Три летуна 55 Попали На четверочку Блин Их четыре Ладно Еще два овера 60 30 Промах 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 Снайпер С одной стороны С общим видом Уже работает И он очень хорошо Работает По людям Которые летают Но он Типа Флангуется Критой Не кританул Метку Можно поставить Видимо Надо ставить Действительно Метку По Никем Не подходим Метка Раз Дальше Стреляем По нему 2 67 Им же Стреляем По нему Жем Увы Хорошо Здесь Стреляем Или нет Или вот сюда И хэвиком Да Сюда А хэвиком Сюда Тогда будет Сопресс У нас Закрыли Уже можно пострелять Хорошо Ну еще двое остается Один прилетает 60 Попадаем Хорошо Красный туман Начинает работать Он Урчит Снайпер Его Естественно Не стреляет Потому что Нам сначала Нужно поставить Метку На него А потом Уже С большей вероятностью Тем более Повышение Перезарядка Перезарядка Прицеливание Овервоч Овервоч Четвертый же еще Или я одного убил Я одного убил Значит там никого Не осталось Да Видим что Не осталось Никого У нас Остались Вот эти Вот защитники Поставлю снайпер Повышен Так Да Да Надо Брать Человека с гранатой Которого у меня нет Тогда Хэвиком Пробуем Увидели Ну Его уже Частично Мы видим Частично Наверное Сапресс Метка Два выстрела Остальное На оверы Стреляем 44 Хорошо Уже Троечка Стреляем 52 Еще Стреляем 52 Снайпер Сюда Потому что Явно С той Позиции Короче Прицеливается Здесь Давай сюда Чтобы можно было Работать Здесь лучше Овер Наверное Тоже Овер Давай Есть Красиво Обязательно Он мажет В общем А я его добью Он регенится Правда Видите Подлец Ничего Мы его Еще Дебафаем Продолжаем Работать Выстрел Раз Овер Вотч Выстрел Два Хорошо Будем Так Ладно С этой С этой Миссии Было Более Менее Понятно Деньги Опять Сплавы Три Три Повышения И Денег Реально Прилично Потому что Поврежденные Компы Можно продать Уже 120 Я бы Спутник Заказал Но Нужно На спутнике Еще Немножечко Еще Немножко Подкопить Чутка Этот Панцирь Чем Мы Рискуем Следую Сочетание Живой Плоти С Механизмом А у меня Спутниковый Мод Аня Спутниковый Мод Сделается Сообщение Совета Приходит Возвращается Там Товарищ В строе Инжа За Фрагменты Уже Наверное Сделаем Молодцы Возвращаются В строе Сообщение Совета Ну как дела Приятно Удивлены Экс Чем Чем Андр Так Медик Повышается Мы ему берем Овер То есть После выстрела Овервотч Уже Довольно Серьезные Люди Пехотинец Надеюсь Нормальную Дойдут Точность Приспособленец Есть Плюс 5 Дали 80 Уже Неплохо Разведчик Локи У него Никнейм Мы ему Низки Вряд ли Это Маловероятно Хотя 2 Пехотинец Прокачаем Тогда мы Сможем Уже Заранее Второй Состав Апать Понятное Дело Что с этими Будет проще Значительно С этим Медиком Но У меня Стрелков Стрелков В этой Группе Хватает А так Мы Сможем Типа Мы его Прокачаем И он И сможем Уже Следующее Звание Ему Дать Так Похищение Какое Там Среднее Пехотинец Пехотинец Снайпер Пулеметчик Разведчик У меня Еще Один Прицел Вакантный Первое Что Можно Это Заменить А Нет Нет Вакантного Прицела Что Я Несу Лемингов Качаем Маркс Уже Не Выходит Из Инвиза Когда Стоит Пол Фаун Миски Солодел Сев Фул Кавер Оно Не Работает Так Уже Уточнили Это Уже Проверяли Точнее Не Проверяли Но Кто Кто Из Пользователей Проверил Поехали Ой Франция Ждет Нашей Помощи Это Срочно Пришло Сообщение С Большой Земли По Городу Шастают Пришельцы Итак Мы За Домом Отстойная Позиция На крышу Не забраться Видимо Надо Двигаться Я не знаю Куда Двигаться Мы В самом Углу Ну Тут Как бы Есть Стандартный Кавер Может быть Отыграть Раз Два Кавер Кавер Да Наверное Стоит Просто Отсюда Начинать Играть Так Снипер Пока Находится На месте Ганера Сюда Влево Надо Уйти Сюда Там По крайней Мере Пара Полных Укрытий Есть Снайпер В угол Это не Снайпер У тебя Был Да Это Разведчик У тебя Был Кайф Ну Смотрим Слушаем Друзья Выбивает Стекла Внутри Здания Но здесь Здание Огромное Поэтому Ага И мэл Тащу Давайте Вот сюда Раз Два Блин Настолько Криво Тут Ладно Верим Они Могут В дом Зайти Или Справа Выйти С площадью Вариантов Масс Синьмены Сектоиды По звукам По крайней Мере Так Ну давай Разведку Тогда Разведчикам Делать Это Не Разведчик Вот Разведчик Может быть Попробовать Выйти Вправо Там Как раз На площадь Обзор Будет Хороший Блин Может быть Действительно Сюда Выйти Долго Правда Реально Долго Это Надо Прям Обходить Все Здание Маловероятно Надо Держаться Фулл Каверов Снайпер Не работает Кстати Вообще Никак Не работает То есть Чтобы Противник Был На простреле Нужно Ооо Здрасте Фланки Уже Понеслась 60 46 Отлично Хэвик Одного Ушатывает Снайпер Как раз По Летающим Стреляет Очень хорошо Но Опять же Мы помним Про две метки Мы помним Про то Что Давайте Наверное Выстрел 40% Нормально Разведчик Разведчик У нас Тоже С этим Да Только Он Не может Ничего Сделать Ладно Перегруппировываемся Отступаем А Ну да Только Я должен Был Досветить Ладно Верим Или Скан кинуть Не Не надо Скан кидать Меткость Лучше Сделаем Там Два Дройда Осталось Они Не Флангуют Подводим Так Видим Сапресс Или Выстрел Да Выстрел 39 раз Хорош И Снайпер С прицеливанием Должен Снять Вторую Мишин Вторую Цель А Нельзя Критовать Да 98 Зато Точность Бах Такая Близкая Культимативный Но Это Из-за Прицеливания Исключительно Подхожу Так Подхожу Так Ничего Поддержал Ничего Опоздал На начало Ужарю Ужарю Отвратительно У нас Сегодня Началось Так Минус Четыре Слышу Thingman Дверь Открывает По зданию Ходит Поэтому Группируемся Так 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 Даже Не знаю Так Чередуем Перезарядки С овервочами Буду Насторожен Я Нес Внимание Все готово И в ухо Не пролетит Все готово Слышь Что там За звук Двигаемся Вот к этой двери Видимо Можно в общем-то И ту дверь Открыть Тут я по крайней мере Вроде как вдоль Двигаюсь И Все за каверами Открываем Ой Четыре человека Три Thingman Если кто это Ё-моё А вот это уже плохо Потому что Здесь у меня люди Не работают Я бы предложил Всеми сместиться Назад Что они будут На меня бежать И с этого И с этой двери То есть это И Фланги И чтобы все Работали надо Снайпера тоже Назад Уводим Короче Возвращаемся Вот прям Возвращаемся Даже я не знаю Как Как лучше Хоть внутрь заходим Да Пожалуй Так лучше Потому что Некоторые Пройдут справа Будут Будут сюда заходить Тут фланг Видимо Одного придется Оставить Пока здесь Потому что Он не добегает Второй Видимо Тоже Все Вижены Нет Они должны За мной Бежать Самый Короткий Путь Это через Эти Две Двери Это Самое Типа Простое Что Могут Они Сделать Блин Так Не хочется Конечно Уходить Видимо Да Видимо Нужно Здесь За полукаверы Ставить Это Выгоднее Чем Чем Вот здесь Фланг Открывать С Богом Четыре человека Во Выходит Сразу Девяносто Пятьдесят Девяносто Четыре Отлично Девяносто Один Хорошо Перегруппировалось Прям Второй Выходит Так Но он Не успел Ничего Сделать Метки Слабенькая Ищем Гранаты Гранат Нет Можно Сделать Угол Острее Вплоть До фланга Но Я словлю Тогда В следующий Раз Какие варианты Варианты Сапресс Традиционный С меткой Вообще-то Это же там Сектоида Одним Я думаю Что можно Угол брать Пятьдесят Девять Давай Ну е-мое Гранат Капец Как не хватает Конечно Я попробую На рандоминской Пятьдесят Восемь Пятьдесят Есть Отлично Опять Неправильно Сделал Что Сапресс Не через Разведчик Два Сектоида У нас Осталось Из этого Пака Выходит А нет Фингмен Третий Извините Забыл Минус А вон Сектоид Отходит Паника У сектоида Выходит Очень хорошо С точки зрения Тактики Сейчас вообще Отлично Отыграло Потому что Если бы я остался Здесь Пусть за Фулл Каверами Началась бы Перестрелка С двумя Четверо других У меня не работают Причем Ну и все Как бы О Герсон Привет Так здесь Можно чуть-чуть Подойти Ну до следующего На шажок Короче По укрытиям Снайпа я бы Тоже подвел Он уже Перестает Работать Учитывая То что мы Внутрь заходим И там Опа Вот и третий Пак Видимо Ну он-то Убегал Вправо То есть Вполне Вероятно Ладно Давай проверим Здесь Откроем Никого А он Туда и Бежит Собственно Он к тому Паку И бежит Получается Ладно Проверим Так Вижу Его Флангуем Стреляем Да Он к последнему Паку Бежит 77 Мажем У меня К сожалению Тут Нет возможности По нему Пострелять Да Командир Ну из-за того Что Укрытия Нет Ну нет Укрытия Понимаете Он побежит Там овер 56 Но только Один овер О Хороший Молодец Так Пак 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 Пулеметчик Раз Перезарядка Два Перезарядка Трим Овер 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 Да Вот они Еще Четыре сектора Надеюсь Постреляем Ренос Два Четыре сектора Да ладно Дистанция Очень О Один У меня Тут Давай С критом 50 на 50 Монеточка Давай Хорош Сразу Инициировали По красоте Тут Полуукрытие Не хочу Если честно Вот Рандомить На таких Полуукрытиях Здесь точно Овер Здесь точно Овер Здесь точно Овер Ладно Здесь тоже Овер А здесь Так Так Трое Сиктоидов Последний Пак Последний Должен быть Потому что Эти вообще Далеко были Тем не менее Побежал Так Так Тут все Под Под Полными Укрытиями Этот На Овере Стоит Этот Побежал Полу Ковр Окей Снайп не работает Здесь может Овер уже Сработать Блин Так Давай Для начала Снайпа Снайпа Сюда Выведем Отлично Вывел И Че Не Выходит Ханкер Мне Не Нравится Поэтому Я Сделаю Вот Так Ханкер Овер 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 А тут Он Не Должен Увелить Под Овер Да И Тут Ханкер Все Отлично Они Должны Двигаться Еще Ближе Потому что У них Мораль Нормальная Они Никого Не Видят И Они Выходят Подошел Уже Сопресс Метка Гренки Нет Молниеносно Есть Проверяю Овер Делаю Очень Хороший Угол 92 Где-то Еще Третий Не забываю Овер Поддержал Ваш Спасибо Убили Здравия Желаю Чем Ангер Агент Керсерн Вернулся Секретного Задания Снова Встроен Готов Мочить В подворотнике Безликих Хорошего Настроения И удовольствия От игры Спасибо большое Герсерн Сейчас Тут Овервотчем Я не понял Это была Такая Попытка Попытка Попасть В скват 83 Вот это Уже Хороший Отличный А потому что Штрафа Нету Гонера Уже На Овервотч Так Остался Последний Сектоид Правильно Правильно Что я хочу Я хочу Подойти Пулеметчиком Подавить Его Дальше Сокращать Его Рашит Просто Ханкер Нормально 7% У него Тимблар Поддержал Ваш канал На 100 рублей И сообщает Он же Сказал Безликих Значит Воевать Будет Через 20 лет Минус Да Вы столько Землю захватят Все убили Ребят Чистенькая Миссия прошли Молодцы 12 врагов Убили Никаких Вообще Шансов Единственное Там пару раз Выстрелили С вероятностью 20 минус Где-то так Но мы С вами Очень хорошо Эту миссию Повели Ооо Слушайте Тут Выбор на самом деле Между метки стрелок Да Метки стрелок По меткости Вроде как догоняем Плюс 5 меткостей Дали сейчас Ох Снайпер Надежные Две точности Снайперу 80 Давайте хорошо Еще 2 меткости Плохо Вода к жизни И реаниматор 4 далее Меткости Так далее Денег Еще Что у нас По оперативникам 4 человека Есть на следующем Месте Если что На всякий случай Есть громы Но я Что-то Зря наверное Заказал Громы На старте Я еще Один Один спутник Заказываем Чтобы Запустить Сразу Два И материалы Пришельца Доделываются Новые исследования Обязательно Это понятно Это понятно Это понятно Вот что Нет Вот Улучшенную баллистику Нужно делать И патроны Скорее всего Так Технологии брони Возможно Либо в лазерной технологии Но в лазерной Пока вроде терпит Раз у нас баллистика есть Может быть Улучшенную технологию брони Для нормального армора Поехали Я так и знала Что вы выберете Этот проект Ну что Можем Да Баллистику Можем делать Поехали Плюс Один урон Ко всему Нашему Так Нет Наносплавов Нет Нет Сбора Пока нет Я передам Все в литейный Цех Спутник Спутник 16 22 Баллистика Ок Ладно Нормально вроде Недельку продержаться И будет у нас Очень хороший бонус Всем по урону Фрагменты на инжа Уже можно Спутниковый модуль будет готов Мы Ст Точка НКСП Переподписан 12 месяцев Ученок Спасибо за переподписку НКСП Возвращаются в строй Пацаны Прибыли новые инженеры Может лифт построить Денег конечно нет Но лифт делается быстро достаточно Надо точно в следующий раз Взять парочку Парочку новых товарищей Полученной баллистикой В литейке делать к сожалению Больше нечего Ну кроме Ускорителя для перехватчиков Кстати может быть Да давайте ускоритель Для перехватчиков На сером рынке Пару тройку трупов Продадим Ну чтобы Догонять Эной ложки Все готово к работе Литейные машины Раскалены Когда мы закончим Сейчас посмотрю Что у нас там по урону 4-6 кажется В винтовке был Да 3-5 Может тут не отображается Типа 4-6 Или я просто Хреново запомнил урон Ладно ускорители пошли Фрагменты на инжа Но уже не сейчас Не дает от урона Сам по себе Ты же сам читал Про него в веке А слоты у солдат Не резиновые Греть не увеличивает урон Дает возможность Сделать Патрон на плюс 1 урона О, е-мое Боеприпасы Вот они Дураки Да, я понял Теперь Проблему главную Что это Минус слот Просто получается Для урона Давайте Марксманский Сделаем Один Боеприпасов С оболочкой Парочку Ладно Не парочку В3 Т4 Л1 С4 Активирует Премиум 15 месяцев Ничего себе Какого у тебя Виталь Я не знаю Как про Прочитать Спасибо тебе Тем не менее Средний Высоко Летит Средний Можем Збить Но Не факт Должно Сильно Повести У нас Три Перехватчика Но Он не сядет Это Высокая Давай Попадаем Попадаем Прям попадаем Раз Попали Он попал Так Больше половины ХП снесли Улетит Скорее всего Обычно На высокой скорости На высоком расстоянии Они Ну 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 Есть Догнали Надо сейчас Три раза попасть Насколько я понимаю Три раза Давай Давай Раз Ну Я нажимал Минус Перехватчик Обнаружен Объект Минус 200 Он Летел Кайф Двое ученых Вообще Хорошо Поехали Шеф Истребитель Сбит Он исчез Да иди ты К черту Так Ускорителем Сколько нам нужно На ускорителем 15 баксов 30 баксов Давай 30 баксов Есть Я правда Не знаю Как Как именно Работает Это Но Отлично Сделали Патроны Одни Вторые Спутник Готов И миссия Средняя 180 баксов А мы можем В офицерском Извините Да Можем Размер отряда Увеличить Это надо делать Любой ценой Ну Борткомпьютер Продаем Трупы Пока Продаем Лери Продаем Берем Размер Отряда До 7 И Отправляем Людей Так Медик Точным Один Пехотинец Один Снайпер Точным Дальше Так Стоп Я медика Прокачивал Другого Погодите 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 Пулеметчик Мне нужен Один На прокачку Новый Типа Не брать Этого Хотя Они не Очень Критичны К прокачке Подожди Хочется Конечно Взять Основную Команду Давай Четырех Основных Сделаем Пулеметчика Из нового Скажем Из этого Добавим Еще Любого Из Инжей Я полагаю Хорошо И Слот Один Свободен Пулеметчика Этого Нет Разведчик На задании Пехотинец Инженер Либо мы берем Перспективную Одну Баса Но я думаю Что лучше Брать Дарью 5 14 60 Нормально Вопрос только Что из нее делать 14 5 Второго Разведчика Например Да Второго Разведчика Например Он правда Здесь вообще Сейчас мне не поможет Никак Плюс 6 Точно Седали Разведчик Окей Разведчику Тогда сканер Этим он может Помочь Осколочная Граната Давай Лучше Фугасную Гренку Медик С хорошим Готов ко всему Поэтому мы ему Прицел даем Прицел даем Нормальный Блин Где прицелы все А у меня все прицелы Разобраны Делаем прицелы Доступными Предметы доступными Смотрим Освободилось Да Освободился один Пехотинцам Даем урон Как раз Патроны Вместо лазерного прицела Бахаем Бахаем Патроны Плюс урон Единицам Отличным И скорее всего Снайпера под урон Хотя ему точности Тоже не хватает Местами Не ну он У него точнее Он точнее всех остальных Поэтому если давать Кому-то доп урон То это снайпер Разрывчик Сканер Плюс Этот Пулеметчик У нас Давай Сделаем Увеличенные И Аптечка На страховку Инженер Гренко Окей Второго пехотинца Не берем Качаем Разведчика Пулеметчика Из нормальных У нас Снайпер Медик И пехотинец Дай Маркс Масковинтовку Всегда Маркс Масковинтовку Надо Общий вид У него есть Давайте не будем У нас есть кому танковать Есть и Пулеметчик И пехотинец И инженер Полетели Надо Чередовать Нельзя Один состав Использовать Потому что сейчас прилетит новая миссия У меня все Уставшие нормальные пацаны А так хотя бы будет Выбор Следующая операция пройдет в Канаде В большом городе Хаос и паника Там пришельцы В открытую ходят по улице В открытую ходят по улице Оооо Я помню эту карту Вот здесь открыто все Штурм один может приступать к операции Мы начинали как правило отсюда Потом Решали заходить с тыла Вот к этим штукам Открывали И двигались поверху Но Нет не поверху А по низу Но я что-то сомневаюсь Что В этот раз Надо так делать Потому что У нас есть снайп У нас Все очень плохо Иду Давай так Ориентировочно я наверх пойду Мне не нравится Текущая позиция Здесь у нас Опять же будет человек 12 Врагов Летоны Сектоиды Открывать ли дверь Вот вопрос Думаю что нет Я думаю Надо сканер кидать Вот сюда Вот будет Пусть так мы на крышу зайдем Для того чтобы понять Когда мне проходить дальше То есть Здесь там и ладно Отличные 4 позиции Занимаем За полным укрытием И Вот но Мы еще рискуем Сейчас была ошибка Ганнера я бы тоже наверх Подрядил Так ускоряемся О Так это уже интереснее Мелт во первых Слышу Кидаем скан Скорее всего увидим Потому что там хороший обзор И там конец карты Ага Три дроиды Думаю что всеми надо Подниматься Мне кажется что надо действовать Исключительно С крыши Освобождаем места Укрытие хорошее Сейчас будем к углу выходить Вот к этому Дроиды стоят на месте Окей Снайперы выводим В первую очередь Он правда ни черта не видит Ладно Дальше ганнер Может увидеть Может и не стоит дальше подходить Пока что Что-то маловато Можно их Гренкой просто закинуть Давайте попробуем Гренку Под навесом Это же Очень хорошая тема Мелт главное не задеть Поехали А то у меня как бы Все уже на позиции Нормально Нанесли 3 урона Разлетаются И Мы тут можем Пострелять Начинаем работать Подсветка Ну короче стреляем Голографическими Эту ставим Мажем Тут флангование Но Короче здесь стреляем И уходим на овервотч Овервотч Ага Блин Тут же потенциальный фланг У нас вырисовывается И маловероятно Полу кавер Здесь пистоли Можно попытаться добить 66 Не нравится мне вероятность 71 80 Давай 81 Хорошо Есть сапресс Ну ладно Стреляем Тут уже Отлично То есть здесь мы делаем Просто меткость Здесь мы оверим Вылетают летуны И под нами как будто кто-то есть Летит Овер 29 Кстати там же фланг будет Ё-моё Второй же фланг гонят Если только сейчас не снимем Есть молодцы Ой меня спасли Меня спасли на самом деле От неминуемой От неминуемого гуфа Давайте не будем Выпендриваться Да, пони заходит Не знаю как здесь лучше инициировать То есть вроде как Типа вот сюда надо идти Инициировано Короче Так Отталкиваемся от того Что Снайпер флангуется Они на это залететь могут? Не могут То есть они будут проходить Под дым То есть ты сюда Ты сюда Я пострелял по фланганутому Но У меня нет дыма Поэтому Лучше мне отступить Или заханкерить даже Ханкер хорошо Масса овер очень Эти летят понизу Это полетел наверх Это телепорт Это хорошо Это теряет Куда он? Куда он? Куда он? Ага, упал сюда Это плохо Там на овере Этот здесь уже Под боком Нужно так отходить Ну оверить Ребят, надо Надо оверить И ловить этого Одного летуна Оп Давай Ё-моё Попадаем Вот что? Попадаем Попадаем Ох Господи Ох 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 Все по плану еще один поехали вылетает вылетает и не вылетает вот тут фланг хорошего не овера нет выставляя обратно снайперы сюда перезарядки чередуем сверху очами минус 2 пока еще 2 слышу сектоидов внутри я бы знаете что сделать правил бы одного влево чтобы он инициировал и выводил людей вот под под моих пацанов то есть все идут вот сюда вот просто вдоль один товарищ на какой-нибудь уходит в лима то есть спускается видит кого-то на первом этаже и лучше наверное туда как раз сейчас вот с дымом подпускать унжа мы никого не видим да рано что за шум вот и на него соответственно выводить все скорее конечно можно кинуть ко мне в любом случае если я даже замечу людей придется придется позицию просто менять как я тут по-другому не не сработаю там что-то есть а выходит кажи здесь надо возвращаться сейчас этим назад ну ближе к центру сюда смотрю что хватило мне блин подходим смотрим потом правда есть эти полки с продуктами и кажется слева топают там же соседнее здание есть но шум явно вот оттуда да валюту нам классно пришел без крита уже не убиваем спускаюсь под приказ пытаюсь сюда за фулл кавер не могу стреляем зря корректируй огонь блин ладно хотя бы снайпер спущу и вообще вспускать всех пока не поздно пока не поздно вон там полу укрытия михаил но не у всех есть один да давайте спускаем два человека мы же можем 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 же стреляем спускаем у снайпера есть общий вид хорошо он прицеливается главное чтобы сейчас фулл кавер не прострелили так этот на полностью проехал этот подошел нормально нас фланганули но ничего криминального в этом нет продолжаем сокращать здесь сюда за фулл кавер здесь сюда за фулл кавер соответственно делаем глупость 23 богусь подписался на премьер теперь сюда богу спасибо тебе 23 богу за подписку вешаем метку жалко снайп не работает подходим так подходим так здесь стрелять уже начинаем уже по меченому нормально заходит дамы экспун но возможности снайпер подходит наверно сюда здесь вот надо этого прокачать хотя нет этого лучше на овер этого лучше на овер здесь либо мы сопрессим либо мы гренка убиваем давай попробуем 58 хорошо и не пришлось сопрессить остался еще один литун но есть еще пак скорее всего овер вот что должен прийти безусловно ждем может обойтись фланга выходит 40 40 30 30 промах промах 50 попадания еще 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 наверняка же будет у кого нет хорошо снайпер попал так минус 3 пак минус 3 пак остается как вы видите четвертый ну точно он есть я представляю приблизительно где он там прячется арицировочный прямо по курсу в последнем здании не торопимся друзья сейчас вот каждый каждая миссия мега важна потому что каждый раз мы свой основной состав так так классно не только основной тут еще лемминга подкачиваем я пошла очень хороший прогресс блин криво только хотел только говорю не расслабляться и тут же подставляюсь как слушаем смотрим справа сектоиды либо в здании либо слева от здания да 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 надо подойти прям близко близко так вот всеми под полу кавер и после этого уже сдвигаться более агрессивно я пошла слушаюсь уже иду ясно 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 координаты принял хорошо я пока не знаю как как здесь лучше проходить то есть вроде как нужно направо уходить по куглу подходить да и от двоих направо остальные здесь есть ческан кстати да они прям зданий то есть надо с угла их согреть отсюда ну возможно обойти придется что ни черта не видно именно с этой позиции с дорогой мы расскажем пожалуйста двух словах свое отношение к позитиву фм немного неожиданным вид то подобное на гг я не смотрю это что 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 такое позитив ё-моё три сектоида три сектоида с одной стороны это гренг сразу же очень классная если не хватит то просто командуем и все и уходим минус два кавера снайпер наверняка рад да рад выщелкивает одного здесь в теории минус второй по идее можно давай сюда а это радио вот это позитив фм который там с этими с девушками полуголами да есть такими убиваем одного проходим дальше да давай так сейчас дым кину просто совсем перестрахуемся чтобы у него вообще не было даже даже больше чем одного процента вероятности попасть тут метку ставим пофиг можно же убьем 50 на 50 и остальными можем гораздо более активно подтягиваться ну чтобы на следующий ход точно с ним разобраться смотрим что делает сектоида сектоида уходит направо боеготовность а стеночку я могу снять здесь так вот давайте пробуем грянку сюда кинуть овер остался снайпер отсюда начал видеть ничего себе давайте поставим поставим метку что мы его видим 35 все убили изи просто чисто чисто один скилсов прокачали и основных и леммингов возвращаемся домой пока что из главных ну таких серьезных фейлов это потеря 200 баксов потеря этого разведчика так два повышения это пулеметчик резервный и ох уже сержант снайпер ой это кто у нас это разведчик сержант маскировку уже близко берем сканер боя дополнительный 79 точность плюс 2 и еще один левелап дополнительный снайпер ой снайпер блин разведчик разведчик еще с голографической меткой все это вот дубликаты мы делаем пацанов и лири сплавы на нам хорошо не забывайте мы видим все так улучшенные технологии брони вот как раз сейчас нам нужно и на сплавы и на бабло сделать 3 броньки спутник 1 хорошо акселератор 3 дня марксманский готов НЛО на Даргеттина и сообщение совета фрагменты оружия не сейчас потому что фрагменты оружия хотя блин фрагменты мне же ооо а вот и миссия пришел вызов по защищенной сети транспортная колонна пришельцы что за груз везла блин я забыл это друзья снизу уже а нет это предвестник предвестник блин забыл что это да это лонгвор что это за миссия друзья ааа экзальта точно эскорт да непростая миссия у нас 5 человек из основного состава 5 человек пулеметчик пехотинец медик возможно пехотинец не уверен это 3 инж обязательно возможно пару танчиков взять вот сейчас вот именно сейчас взять пару танчиков но они там кстати хреново работают пара танчиков а потому что на крышу не лезут и давайте я все таки один танк возьму для того чтобы он просто прикрыл нас увеличенный прицел может ему боеприпасы дать хотя он и так шотает да надо выбрать еще одного человека на прокачку кого мне не хватает у меня два снайпера два разведчика гренадеров нет пулеметчика 3 ну короче двойки нужны разведчик мало вероятно потому что они не такие ходовые ну то есть ну хотя бы блин двойки и так есть кто у нас точно не ганер можно 3 снайпа сделать что снайпер нужен мне в любой на каждой миссии из последнего точного человека сделаем 69 609 ну там 5 снимаем предметы а сколько у меня есть времени 8 часов прекрасно жду от вас пулеметчик со страховочной так пехотинец с первым прицелом медик такой себе кстати медик надо еще посмотреть что у нас по офицерам да я могу назначить второго офицера отлично вот и снизится скорость восстановления правильно сделала что саппорта прокачала видите как теперь у нас медик готов у него правда овера нет 2 второму пехотинцу даем тоже прицел надо понять кому полим по этот патроны брать поэтому скорее потому что у него меньше проблем с точностью инженер инженер гренки точнее дым рядовому тут осколочные хорошо решать будут довольно точный может ему кстати второй прицел выдать пулеметчик охотенец медик слушайте а я там терял випа в прошлый раз да терял випа и у меня же записи есть ну в принципе хорошо помню трое на площади трое во втором доме двое трое за вторым домом после освобождения крыша 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 короче три скрипта у нас три скрипта три пака три скрипта большое количество народу конечно большое патроны вот еще кому что там не дать давайте танковой отдадим у него все равно слот свободный поехали садимся скриптовая миссия но она сложнее чем предыдущая я помню первое прохождение ее завалил и второе прохождение тоже ее завалил по сути випа потерян заводим наверх но никаких подробностей у нас нет помню нам нужна вот эта вот крыша вот эти вот углы тача танк у нас будет идти потом на разведку я без снайпа кстати потому что один снайп у нас в вот кого надо было сделать блин точно ну третьем снайпа правильно я так и сделал я же так и сделал выхожу принято конечно так еще мало знаю ой о полном ворум то есть очень много информации я еще не впитал фигмены слышим дара дара дам дверь открывает опасно вообще лучше танк подвести сейчас направо зачем я сюда им пришел вообще непонятно действительно вот зачем ясно двигаюсь к точке приступаю уже выдвигаюсь верим привет спарта спартаковым уже поздоровались привет пальтом пальто тоже вроде давно у нас а аккуратненько проезжаем хорошо теперь соответственно можем вот к этой стеночке подойти 1 2 3 4 если конечно этих тоже можно они особо не играют мне нужно было вот сюда подходить у там кто-то есть ну да там же второй пак за этим зданием так давай сначала подведем этих оверх потом танк мы ориентировочно пулим людей по центру может быть даже подвести сейчас вот этих товарищей поближе чтобы они смогли добежать на пол хода до короче вот так вот сделать 1 2 2 вот этих двоих 3 но тут уже не нужно там что то есть спулили овер от танка это хорошо значит смогу второй пак спулить вообще-то здесь мы отступаем всеми вот этими за кавер выполняю иду к точке танк у нас валит аверин 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 ну а кажется я немножко оверкил тут совершил так так мы уже видим здесь людей поэтому отступаем 1 отступаем 2 отступаем 3 аверин 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 так 29 32 очень низкая вероятность но убили молодцы остался последний остался последний еще один иммун 60 процентов мимо еще 60 67 очень хорошая вероятность ладно минус пак перезаряжаемся сейчас это начало это начало еще новый пак спулили забирается 1 96 95 минус наверное надо этих перегруппировать ну чтобы не было фланга потенциального хоть уходим 2 забирается и снова оверы 50 90 нормально изи так это второй пак остался третий пак за вторым домом это позволяет нам выставить сейчас можно начинать людей людей вот сюда вот ну естественно после разведки соответствующие да это вот как астридом подтягиваемся 1 2 3 по пол хода но уже можно особо не бояться по поводу каверов ну давай двигаюсь к точке разберемся слушаюсь поехали танчик у нас будет триггерить все это безобразие меня конечно скромный мало смотрим гг обещали с стринга к светить своим орехом около кибер спортивный ну может черный список добавить или пожаловаться на стрим в любом случае это модераторы должны определять там вообще я считаю конечно что это не не тематический абсолютно контент но у нас и олеся тоже не киберспорт и много чего кстати пока не забыл сегодня мне написал сначала ледокол потом мантич с информацией о том что они там как-то стык разгрузили поэтому если вы смотрите там на твиче на ютубе или у вас там проблемы с были с гг из-за ростелекома из-за проблем с тыком помните проверьте пожалуйста поменялось ли что-то или нет чтобы мы либо успокоились либо продолжили копать дальше вот то есть те у кого не было проблем ну не сертификат это понятно сертификат другое надо поближе сюда еще встать но это уже после того как танчик проверит нет ли здесь людей вот и чисто в теории уже можно не не хочу не хочу опять из-за одного хода терять вас понял рисковать солдатами на кг с росом все так же осталось бы феррингвить нафиг беда беда подходим это раз это два два три четыре пять ждем сейчас танком триггерим и танк скорее всего у нас пойдет випа вытаскивать они бегают прямо внутри здания прям внутри прям на мне еще чуть ближе черташ ты что будешь делать где они там ходят там а они слева за домом может быть даже а нет внутри дома спулили еще трифингменом ну мы их ждем выхода нет танчик чик назад уверим улыбаемся выходит пятьдесят мало бмп шка мажет полуукрытие у него и только танк видит уходим типа вправо сюда поехали он должен дальше бежать уже на оперативников шестьдесят три попадание одно но этого мало еще оооо ну это конечно да это зря ну это оверкил опять же не знаю там как остальные остальные тоже должны подбегать о на крыше на крыше мы уже его видим можем подсопросить можем поставить метку но к сожалению да нужно сопротив надо еще раз определяться на ой попал молодец 42 точно танк надо подставлять под третьим 50 процентов меткости ой молодцы ой молодцы танчик назад третий последний выходит full cover стреляет 63 по танку попадает по виду трупов не похоже что эти люди были убиты оружием ну ладно танк они погибли от обычных пуль ясно я имею внимание нахожу уходим назад самое опасное кстати еще впереди с богом поехали 100 изи перезарядка и танк идет спасать хипа вот тут не должно быть вообще больше никого кроме скриптов да загружается очень быстро поэтому тут имеет смысл распределиться потому что есть будут бойцы которые будут появляться типа в тылу они сразу будут на овере поэтому мне нужно иметь возможность сразу пострелять с разных углов короче говоря возможно по углам поставить углы это хорошо потому что они же не обязательно на крыше упадут там и подболзаем помним еще что по випу они попадают стопроцентной вероятностью пожалуй сюда 1 переведом но вы сюда датчики показывают что в этой зоне есть задание так у нас вид сколько там после три пака еще будет еще будет три пока друзьям и видимо не надо випам далеко убегать потому что они появляются по мере продвижения випам оставьте меня здесь больше мне нечего сказать вам ребята похоже он единственный выживший свидетель этого боя насколько нам известно он был в числе нападавших хотя и оставляйте вы именно здесь особо нет смысла короче побежал сюда и прикрываем его бмп шки надеемся что на рандоме люди упадут нормально так один по центру боеготовность сразу стреляем один за фулл кавером это нужно конечно под так все да двое упало только здесь бы докинуть гринку на самом деле но я не докину гринку не докинула этого есть гранат кидаем раз что ты делаешь от этого не могу понять еще никто не видит его видимо нужно рашить танчиком чтобы овер снять но как иначе он попадает 29 процентов очень странно конечно почему его здесь не видно отсюда ты должен увидеть пулеметчик набиваем этим на пол ходика подходим падает один хорошо с угла тут может поработать 65 один на старте одного ранили поэтому мажем так здесь 83 но можно гринку убить но 83 я верю 71 давай хорошо один хит номер у него есть так вот он не должен меня увидеть да отлично 76 мимо что видит не видит хорошо блин да вы задрали мазать по 80 ё-моё есть могу спросить капец ну а было конечно с метки начинает бла-бла-бла это ясно всем можем попробовать добить его на добили оверханкер до новые не появляются потому что мы этого не двигали и я не хочу чтобы пока новые появлялись поэтому перезаряжаемся ну и не двигаемся дальше 4 давай на углу подходим ближе бтр рядышком да идут еще прям под мной сектует ладно окей два овервочи на него thing man здесь вы что промахнулись все так надо сюда кидать гринку судя по всему не посектою да именно по этому упырю сносить там стенку камеры все сносить и надеяться на то что мы его увидим так урон нанесли увидел ли кто-нибудь его на похоже нет так вроде можем подойти до есть давай с метки начнем чтобы не так не так плохо она 76 не повезет есть раз 82 а с меткой x2 ты просто по точности в такой ситуации получаешь так сектует у нас тоже с овером ты ханкер это последний кстати интересно секту это можно флангануть вот так вот где овер может сработать вообще-то он так фланг где он там стоит прямо на углу он стоит вот здесь ладно овер давайте да прошел и никто не стреляет капец 28 процентов не надо ух не наказала меня игра все-таки не наказала спасибо и за этом все загажены мне по сути нужно просто поставить на него здесь меточку и добиться потом кем-то спрыгнуть сверху и убить почти неважно кем 50 там и страховочный гранат есть окей тогда проще почти по сверху стреляем у нас есть пацаны которые стреляют дважды с позитивной вероятностью 71 71 молодцы не буду рисковать но кажется это все убежали випом что вы пытаетесь доказать еще пацанов наверх координаты получены ну а вдруг есть еще подкрепление два фингмана и ответный только один блин ладно зато попали так окей один очень далеко этого наверно не будем рисковать закидываем просто гренку и мы туда если не пробьет то просто кавер снесем и випа сдаем почти этого надо принять сзади поэтому возвращаем под овер четырех танк лучше схоронить что он не выстоит випа спасли есть уже лучше чем прошлый трай объект цел все на борту почти готова уничтожьте оставшихся и возвращайтесь на базу у нас новая задача ну да подтягиваем а верим он должен уже подбегать ему должно хватить ходов чтобы на этом засветиться до бежит сто процентов точность сто процентов просто изи ой без ранений 16 человек убили это удивительно просто ну вообще не удивительно что когда ты уже знаешь скриптовые миссии то они несмотря на большое количество врагов проходится проще чем первый раз у нас оооо у нас товарищ с бонусным уроном пехотинец и у нас новенький лемминг прокачался и мы его хотели в снайпа гром повредили далее ученых дали инжей командир и мы эту ветку еще по так это точно снайпер как раз вот 3 нам не хватало его плюс 3 меткости базовым такое себе сегодня утром прибыли новые инженеры должен сказать мы от помощи улучшены технологии брони акселератор производства каждого предметов нужно его сделать акселератор да нет нужно мы уже сделали так надо посмотреть что конкретно он дает активируйте модуль при перехвате чтобы мгновенно небольшое время ускорить корабль после использования модуль сгорит позволяет бросить все вычислительные мощности на оптимальный разгон догнать даже самое быстрое нло время может добавляет марксманский готов улучшить технологии брони два дня вандорн вернулся в строй и так мы можем уже делать вот броню фалангу передовые технологии брони очень долго я думаю что надо все равно с эти лазерные технологии производим фаланг но без фанатизма где-то две-три штуки максимум сплавов не хватает одну фалангу делаем а время становится понял спутник вернулись люди в строй так по поводу запросов может быть все таки есть спутник куда канада далековато япония япония это интереснее япония это наш регион давайте запустим спутник в японию инжей раньше получим ученого в месяц вы выполнили взяли двух инжей сегодня утром прибыли новые инженеры должен сказать мы от помощи не откажемся куда это австралия еще двух инжей австралия тоже нужно бонус от региона у нас ну и тогда у меня страховки тогда нет а что мы получим от австралии еще кроме бонуса инжа меткость пулеметчик ракетчики такое себе нет если пученые были подумал над запуском а так не хочется маленький высоко летит поехали вот этого товарища нужно видимо ну смотрим что по времени у нас если если время виду против не должно повезти смотрим сбили хорошо это деньги то сплава это броня выслаем рейнджер у нас есть дубли три пехотинца есть два разведчика медик один усталость соответственно используем основного медика раз используем этого точного снайпер разведчик а дальше выбор либо мы подкачиваем второй состав инжа кстати нет еще одного а там усталость есть рейндж блин а может быть и нет хочу этого пехотинца тоже подкачать давай хотя бы одного лемминга возьмем кто тебе нужен 15 мобильность минус защиты правда но на разведчика это хорошо так у меня резерв какой четыре человека хороший резерв ладно качаем и основных и и вспомогательных рядовая баре 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 гренка 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 и и гренк медик 77 точность блин брони не хватает хочется уже следующую броню у тебя есть овер тебе нужен прицел прицел овер хороших пехотинец 83 прицел и пожалуй боеприпасы снайпер прицела не хватает пока базовый 3 прицелом хоть пехотинца 1 убирай да мне еще не нужно новых качать мне так в два полных состава и хватает надо на будущее сделать третий прицел раз уж мы играем как минимум в три плюс еще саппорту нужен ладно разведчик скан снайперу медкомплект страховочный два пехотинца классно разведчик снайпер пехотинец броник нет поехали короче это маленькая ложка это 52 пока и один товарищ внутри хорошие сплавы хорошие эти и после этого мы сразу еще пару броник заказываем броньки нам нужны тем кто стоит впереди три-четыре штуки надо получается лучше сказать кому не нужно броника снайперу не нужно разведчику не нужно все ну может быть пулеметчику не нужно но и такое пулеметчик тоже стоит как правило танкует лицом ой что за карта такая штурм один на месте крушения видеть огонь по готовности по готовности значимым я ни разу здесь не играл по крайней мере с этой стороны надо разведчик еще качать чтобы на вес у нас был я думаю сканер кидать проверять сразу на сканеров много кидаем максимально за дом стремновато а я узнаю эту карту да мы просто с другой стороны начинали всегда крыша ли не крыша крыша с частичными каверами с полу каверами но и она еще огромные и наверное все таки крыша так сап лесом то есть сразу скорость где пулеметчик я пулеметчика не взял сапресса не будет подальше от заправки нужно держаться еще заправки от машин всего этого безобразия сказал он и встал четырьмя людьми за машину слушаем слушаем синьмены может в левый скан еще кинуть да давай просто понять можно ли мне к зданию подходить или нет что я не вижу как здесь просто заблокирован ладно нет так нет у нас очень хорошие овера очень хорошие овера слушаем хотя бы направление первый пак понятно сектоиды прямо по курсам блин я помню когда играл в новый первый x-ком не обращал внимание на звуки то есть это ну потом конечно начал когда перепроходить мы начали на максималке но настолько полезная штука надо подходить к двери вот этот угол занимать постепенно наверх забираться да да мэлт протухает это понятно уже еду сап инж ганер снайпер очень плохо работает но у него тут пока никаких нет вариантов ждем выскочить могут любой момент а даже так что там еще продолжение карты серьезно что что так у нас еще один пак под боком прям прям фланг давай ка кинем скан сюда а нет другая карта да я понял да там же и на ложка точно 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 спешу внутрь то может быть и не стоит идти я вспомнил начинали мы все равно справа справа угла оттуда проходили здесь как правило на старте не было никого потом вот вот здесь разрушенных вещей много там какой там мост не мост сверху и дальше кажется так тоже одно из квестовых заданий было ну выходим что же делать выходит ганеры я в пути дальше остальные кто может снайпер в отвратительном месте стоит надо его хотя бы вот сюда вот на full cover поставить подвижен будет сможет работать прицеливаемся да и все таки справа пак есть что за слухой плохо мне в любом случае могут кто выйти я наверное тогда не буду не хочется мне полукавра уходить если честно то есть наоборот дальше за полукавра уходить блин это простая миссия простая но позиция изначально такая что я тут так и здесь был звук да то есть мы можем сканер закинуть и теоретически снайпер может может поработать если конечно кого то увидим мы не видим никого ладно друзья подходим и чтоб не во фланг не вышли ну могут выйти но по крайней мере я буду уже немножко дальше от них слушай 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 внимания мне нужна инфа где враги вообще что это было что это было продвигаемся укрытие нормальных нет хотя впереди виднеется что-то толковое координаты получены слушай нет снайпа я еще вот сюда отведу ну чтобы мы его с фланга не ушатывали молимся друзья молимся скан бесконечно нет я просто прокачал скан и взял еще то есть тут плюс плюс какое-то количество скана в пути выдвигаюсь иду ну в ну и раз и подходим я уже не знаю что делать окажется снайпа подвел неправильным они нормально я уже практически вплотную к этой в увидел их мэн и overwatch на 49 только один но попадаем меня полу укрытие полу укрытие еще один overwatch 37 понятно меня тут полу укрытие я несмотря на массу массу оверов ни одного не убил снайпер видит 57 маловатым здесь видим уходим вот так делаем меточку на 1 может быть убьем а сейчас любом случае здесь снайпер следующий выстрел делает потому что кроме ну только он бесполезный да убрали как бесполезно бесполезно против следующего а дальше нам нужно отступить и словить на оверах человека который будет выходить ко мне причем желательно на более-менее одновременных оверах так может быть мало вероятно работаем он выходит есть четыре одновременных овера 67 так хорошо перезаряжаемся over перезаряжаемся остался защитника пак заднем я сначала пытаюсь видимо триггернуть защитниками что он не триггерится двух ганеров ставим под полное укрытие очень хорошее место для них что им по-хорошему нельзя двигаться они первым выстрелом ну просто стреляет без не завершая действие а потом будут вставать еще на овер то есть они киды пейсеры но им нужно прям да и сзади может выходить будут сами кстати сектоиды по скрипту ладно смотрим поехали а вот он один снайп видит на удивление но слабенько я бы на самом деле сделал в этот ход прицеливание отступил сюда закинул бы даже дымок на нашего друга видимого и встал на 4 овервочем должен подходить он не может ничего нормально про пробить он должен подходить подходит 20 процентов да ладно full cover 20 процентов и он претендует на на попадание еще причем я его не вижу ладно я знаю что он что он будет подходить делаю снайпу прицеливание все остальные верят ну должен я здесь хитов снять особенно двумя ганерами плюс там еще саппорт у меня хороший он выходит и видит все равно не не видит зато я вижу 70 уже нормальным вроде как он over не делал поэтому я могу подойти и поставить на него метку что было 87 и чтобы под как минимум три человека у меня постреляли ой пятерочка еще молодец 50 процентов попал качаем пробуем ганеров 70 процентов четверочек оставили так дым перестраховаться поэтому сначала снайпером пытаемся убить 87 а потом уже нормально убили овер 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 остался последний пакси кто это за ним щебечет да и они сами подходят уже слышим они обычно к тарелке возвращаются после того как камеры раньше такое было после того как ты убиваешь там или или штурмуешь поэтому давайте немножко перегруппируемся снайпа тоже был убрать отсюда да выходит сами три сектоидом побежали и никаких овер ово ч ну так себе но в принципе у нас тут есть кадры очень хорошим опа еще пак так я поторопился маленькая нло но теперь уже с большим количеством людей отступаем всеми отступать друзьям желательно задымить еще да вот это я попал тоже фланг может быть еще более вероятен фланг так все подымом кто не по дымом тот под full cover мы молимся что сейчас нам ой я же здесь и должны идти черт давай так выходит сиктоиды full cover слияние разумов татьяне будет участвовать подходит стреляет подавление хорошо один сикер там был точно режим скрытности пошел видим еще сейчас фланговать должен наш товарищ снайпер но он не флангует да пожалуй в первую очередь этого надо метить это раз ганер стреляет 92 раз овер скорее всего over чьи там фланг у тебя так словом болен что шлабовато там фланг может быть тоже так ладно мы можем подойти снять на давай подходим снимаем гренкой вот этого товарища у тебя тогда с большей вероятностью дальше фланговать будет до этого ты не докинешь куда-то 20 процентов меткости чё-то я намудрил чё-то я перемудрил тоже фланг ты не работаешь вообще никак так может стрельнуть через приказ на серпине все равно этот да давай этого надо добивать 92 лучше него никто этого не сделает и соответственно приказ на него же убираем фланг как только вот вопрос скорее всего все таки сюда кидать грену или нет черт его знает нужно попробовать прострелить давай ладно скритом я не хочу стынку убирать слишком серьезный риск я наверное новый дым скину сюда на снайпера и на этом делаем over здесь вот фиг знает просто фиг знает мне надо бы так и делается выходит новый подавление ладно хорошо там все еще три сектоида понимаете 21 по снайпу и 3 еще где-то там и минимум сикер кажется там вместе сикером был кто-то еще ладно сейчас точно надо делать гренку блин что мы уже ушли от потенциального фланга а ты не можешь этого сделать из-за сопрессом плюс еще сикера один ненормальный и надо сейчас наверное просто отступать то есть отступать вот сюда вот одним да как я же я не понял я жив за фулл кавером какого хрена ну ё-моё он все равно работает даже несмотря на фулл кавер не я думал что он просто вижу не будет у него и все а он срабатывает вот лемминга поранили а снайп не в дыму у меня прицеливание делаем здесь наверное чуть чуть назад овер овер обновляем дым сюда сикер прилетит вообще бытка веселым если я не разумов что туда гренку на перезарядился а все вышел сикеров убьем ладно осталось 30 кто и до ориентировочно что если там было кто-то еще но я не по не видел в общем чтобы там-то был не оба гренку кинул я не под сопрессом на лемминга все равно не так жалко поэтому пусть стреляет стенку снимает глядишь там и снайпер постреляет на видим овер 70 100 конечно 100 потому что он бафает другого он нанес урон но делать я бы хотел конечно таро здесь вы шатать да давай они той грою 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 ошибка 35 не попади ним не надо блин я тороплюсь я чушь делаю я чушь делаю я чушь делаю один сектор это остается ну что подранец гренку докинуть посмотрим докинем не докинем не так себе давай лучше ханкер что здесь не сильно рисковать под фулл кавер можно рвач он побежал овер один срабатывает но больше оверов мне кажется там нет в боеготовности упырь ставим на него метку 38 молодцы ладно терпи мы на самом деле мы только одного лемминга подранили одного лемминга подранили получили два повышения у нас саппорт получил повышение дымовик точнее может быть даже ему сапресс еще один взять потому что ремонт я вряд ли пока в мэков воля к жизни конечно и воля к жизни хорошо да воля к жизни давай кавер он часто впереди ну баса подкачали но посмотрим что там с ним дальше делать остальные пока вот у нас появляются деньги на армор помним что нужно сделать четвертый прицел и нужно сделать по крайней мере 2 лучше 3 фаланги да тем более у нас сейчас будет пока до следующей брони долго потому что лазерные потом еще лазерные потом брони так на сером рынке в принципе можно попродавать ненужные вещи но их не так много этих самых ненужных вещей леммингов достаточно оперативников достаточно второй состав в принципе 5 человек у нас есть кто-то выйдет через несколько часов буквально 20 и 2 запросов государства может быть сейчас по продаем все таки а галере например а зачем ну я например хотел бы сделать уже делать лифт это дорого как-то недорого но просто надо лифт сделать просто потому что у нас еще трупы хорошо продаются потому что это семь дней ожидания если мне вдруг деньги привалят и надо будет резко строить модуль спутниковый новый сколько у нас один спутник доступен один можем запустить по запросам канада и австралия да австралия у нас все еще такая может быть возвращаются пацаны в цель в строй эллерий за бабло естественно вот это хорошо потому что эллерий мы гораздо дешевле продаем вот 228 у нас как раз денег есть что мяу бесса я не понимаю тебя смотрит делаем вид что мы не понимаем кота кот прям сверлит прям прям смотрит вот так вот уши такие острые два глаза круглых черный кот и глаза горят невозможно отвести глаз типа папа открой дверь и и так вот закрывает медленно глаза типа я понимаю все я одобряю открыть дверь тебе бесса открыть скажи мяу ну нет так нет так по офицерам вообще хорошо бы сделать еще одного медика может влите нам что-нибудь сделаем не хватает не хватает может предметы произвести может перехватчик один о кстати а я уже его сделал что еще можно да все нормально не будем пока тратить деньги а террор террор у нас с вами многие люди готовы берем медика берем пехотинца снайпера разведчика инжа пулеметчика и плюс один новый плюс один новый это будет у нас медик будет у нас третий медик от медика нам нужна мобильность и желательно плотность но мобильность в первую очередь 13-4 4-13-65 ну и плюс он должен быть более-менее точный пока что вот этот товарищ лучше все подходит я слишком медленный слишком медленный можно его делать не точно типа 5-14 вот хороший да давай его так у нас есть один медик эквип броню мы не успели сделать к сожалению снимаем предмет и начинаем накидывать нашим в первую очередь пехотинцам прицелы прицелы и патроны этот снайпер так себе кстати низкая точность но он такой стартовый разведчик инженер пулеметчик медик сломает медик сломает вот этому прицелу нужно давать разведчик у меня нет второго пехотинца пока что я не стал бы его брать патроны бы еще дать но я не уверен кому кому патроны выделять так тут фугасочка разведчик марксманский точно разведчик же у нас должен должен с марксманским ходить действительно насколько я помню там будет пак сиктоидов это первый террор один пак сиктоидов и всего два пака остальных типа летуны эфимены мне не нужен дополнительный сканер я возьму ему прицел тем более ему с этим прицелом особенно важно короче есть бла 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 это есть дым есть хаешки есть это есть поехали следующей миссии у нас должна быть с вами броня это такое хорошее обновление а потом следующее глобальное обновление это только лазерное оружие что конечно очень бустанет наших бразильские власти просят о помощи значит цель бразилия пришельцы атаковали крупный город конечно хочется еще спасти мирных гром я кстати не взял гром не брал о это у нас что это место такое что за место такое здесь не пройти тоже с какого-то непонятного места мы начинаем игру. Наверх не забраться, короче. Проверяем. Вперед у нас идут... Известное дело... Ну, в смысле, знаем, знаем кто. Это Лемминги. Это Лемминги. Зачем разведчик вперед послал? Он же без инвиза. Это глупость опять сделал. Откровенная глупость. Давай так. Здесь подходим на половинку, потому что вдруг выскочит. Здесь будем тоже подвести. Снайпер не работает. Ой. Промахнулся с прицеливанием. Крисолидом. Ага. Минус два уже. Да, ну вот сюда вот надо выходить, видимо, на длину. Вижу мирного там как раз. Причем выходить так. Активнее, на мой взгляд, надо. Там и стенки фулл кавер вижу. И обзор открываться должен лучше. Да, и там первые враги. Что это за звук? Литоны причем. Крисолиды. Убили новых. Так. Лемминга отправляем вперед. Разведка. Да, полу кавер пусть. Не видит никого. Кайф. Так, а дальше какой там выход? Вижу пару мирных. Не нравится мне эта позиция. Просто не нравится. Но форсировать не хочется. Честное слово. Уже не хочется. Потому что... Тут непонятно вообще, как вставать. Так, а этот пак далеко. Надо скан кидать сейчас будет. Просто направо кидаешь скан. И уже занимаешь позицию нормально. Да, они здесь уже. Литоны. Литон первый. 25. Маловероятно. Второй. 33. Маловероятно. Четыре человека сразу. И овервочи сразу. Кого-то точно нужно вот сюда проводить. Я пробую отойти, потому что... Видимо, мне нужно их принимать здесь. Этим я не пробегу. Значит, мирных будет ушатывать. Ладно. Хрен с ними, с мирными. Надеюсь, что... Да, овервочи. Отлично. Попадание. 56. Там дыра просто в ангаре. Еще один. Хорошо. 29. Ладно. Он два действия потратил. Это очень хорошо. Гражданское минус. Еще гражданское минус. Может, я и зря так... Забиваю на гражданских. Потому что... Отколется ведь, блин. Так, ганеры есть. Но я бы хотел поставить метку. Сначала не могу ставить метку. И снайпер тоже не работает. Блин. Ну что, пытаемся 56 попасть. Попалим. Овер. Сюда аккуратно. Раз. Аккуратно. Два. Плохая у меня позиция. Очень плохая. То есть, у меня люди настолько плотно стоят. Да, я уже сапресс пошел. Другой ушатывает мирного. Там еще один мирный. Надо действовать активнее. Еще минус мирный. Там три летуна. Они просто налево-направо раздают. Остается семь мирных. Семь мирных. Семь мирных. Так, фулл кавер. И ни чертам. Есть. Видим одного, который сапрессит. Стреляем на вероятность. Вы понимаете, какая-никакая. Урон нулевой. Никто нормально здесь работать у меня не может. Никто просто. Ханкер. Овер. Насколько же все плохо. Ничего, может сокращать и мочить. Фланги могут быть. Да там три летуна. Они сейчас тебе сверху так надают. Это всего двое могут работать. Не-не-не. Только овервочи, друзья. Еще подходит пак. Гражданский минус. Я зафейлил эту миссию. Два овера, тридцать. Отличный минус. Здесь двое. И справа пак. Перезарядки. Снайпер с неплохой меткостью. Я думаю, сейчас уже надо выходить. сюда ставить метку на... Поставили метку. Поставили метку, называется. Че, хэвиком подходить? Тут полуукрытие. Это неправильно. Ясно. Давай так. Закидываем. Глядишь, там заденем двоих. Задели одного. Снайп стреляет, потому что делать больше нечего. Попадает. Единицу здоровья оставляет. К сожалению. Стреляем. Убили. Молодцы. Здесь овер. Там еще один летун. Плюс пак справа. Крисолиды, слышь. Еще минус мирный. Осталось всего пять живых. Так, нет. Давайте выходить лучше. Потому что я здесь, ну, ничего сделать не могу. Крисолид. Их поведение разных видов пришельцев. Чертово видовое разнообразие. Мы вообще ничего подобного раньше не видели. Похоже, у этих есть всего понемногу. Спешу. Выходим, выходим, выходим. Я не вижу других опций. Даже дым не хочется ставить. Но крыса там рядом с мирным находится. Еще крыса. О, три овера. Попали разок. Попали в последний? Не, не попали. Окей. С пулиным. Триндец. Сколько их? Пять их. Овер. Я уже жалею, что гренку потратил. Попали, хорошо. Очень много сейчас нужно урона внести. Будет. О! Отлично. Еще вроде летун один живой. Так, есть одна граната. Только одна граната. Закидываем прям в кучу. Может отступить, а? И закинуть. Нет, кидаем так. Надеюсь, в комнате есть еще осколочные гранаты. Да, есть. Осколочные. Сюда. Наверное, лучший вариант. Минус два сразу. А, нет, минус один сразу. Больше гренок у нас с вами нет. Но мы можем команду дать и... Что по вероятности? 44? Ах. Это у тебя, потому что, ну, бас. 75-80. Ганеры нихрена не могут. Команду можем? Не можем. Здесь надо отступать. Хотя бы для того, чтобы... не было штрафа мне по меткости. Охренеть. Какое место? Я, кажется, не справляюсь с ними. Приказ. Я отсюда увижу этого. Там гренка 4 урона. Нам поможет 4 урона. Может помочь 4 урона. Хотя там броня, вряд ли поможет. Ну, че, отступаем и стреляем, видимо. 66, 68, 68, 68. Поближенную, в первую очередь. Есть минус один. У меня остается 3 человека. Я, наверное, буду делать приказ на этого. Пытаться спасать. Что, может быть, они не бегут. Тут овер, тут овер. Увы. Бежали. Один назад. Есть на мирного, на мирного. Ну, как. Так, и там их трое осталось, наверное. Этот побежал вправо. Просто побежал вправо. Хорошо. Еще литун живой. Ладно, выходим. Пробуем снять этого. Хорошо. Трое мирных осталось. Выходим раз. Выходим два. Выходим два. Мне не нравится, как снайпер стоит. Зомбари, пошлем. Но укус, похоже, превращается в зомби. Естественно. Причем они убивали до этого. Мирных. И там зомбари не появлялись. Очень странно. Идет, стрельфуется. Здесь хочется этого ушатать, конечно же. Если не ушатаем, то, по крайней мере, метку поставим. Хорошо. Патроны. По лемингу экспорт. Почти. Качаем снайпера. Пофиг. Овер. 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 Перезарядка. Минимум один летун. Да, он справа внутри здания. Еще будем подходить. Подходим раз. Подходим два. Подходим три, четыре, пять. Здесь шесть. Чередуем опять же перезарядки овером. Слышь, мол. Кажется, мы здесь не одни. Блин. Двое мирных осталось. Срочно сокращаем. Поехали. Где же ты? Противление сейчас. Есть пак. Да. Да. Там может просто еще один пак быть. Я не хочу на последний ход. Да, один мирный остался. О-о-о-о. Направляйся на точку. Ну что, ГГ? Выполняю. Выполняю. Ваш танк, командор. Класс. Класс. Я надеюсь, что последний мирный. Короче. Пробую пробежать. Уже прям на полную пробую пробежать. О-о-о. Еще пак. Кайф. И я флангуюсь. Минус один. Минус один. Да. Нужен дым, но дым только у него. Подходить, сопрессить хотя бы одного. А готовимся подходить, уже лечить. Там три полностью. И все, последний гражданский. ГГ. Черт. Вот я на фейл. Очень долго подходил. Да и гражданские были, велили в каком, в каком месте. Проваленный террор. Последний вылетает. У нас очень низкая вероятность. Мы убиваем. Да, это фейл. А не, не последний. Вот еще последний. Да. ГГ. Получилось, шеф. Ужасно. Вроде страна откалывается при этом. Хоть типа, получилось, шеф, но не получилось, нифига. Но зато мы никого, никто у нас не ранен. И на крисолидах мы не отдались. Великолепно. Великолепно, говорят. Будем надеяться, остальные операции. Очень много экспоим. Очень много. Разведчик подкачан. Инженер подкачан. Снайпер новый, 77, 83, плюс 6 точности. Пулеметчик. Новенький товарищ уже забыл, кого я там делал. О, и саппорт нас с Overwatch. Плюс 3 меткости, правда, всего лишь. А, паника возросла. До конца или нет? Да, вышла страна. Все, они страна. Наши парни рвутся в бой. Германия и Бразилия. Вот так вот. Сообщение и советы. Удивлены, конечно. Я не уверен, что... В Австралию можно было запустить спутник. Но я не хотел отдавать последний. Деньги нам пришли. Постройку сооружений точно будем копать. Пока надо бахнуть генератор. Подтверждаются наши худшие подозрения. Лазерные технологии 10 дней. Фаланга будет готова. Прицел. И еще броньки-фаланги. По людям. Три человека, но там должны очень быстро вернуться. Ну, как быстро. Три... От трех до пяти дней. Броня готова. Первая. Единичка. Новый проект маловероятно. Надо сейчас уже копить на лазерку. Эллерий, даем. О, еще денег дали. Это хорошо. 380. Спутниковый модуль через три точно делаем. И можно сейчас заранее купить уже спутников. Я думаю... Нет, нет, нет. Заранее. Ну, один. Один можно взять. Один давай, спутник. На лазерку не так много нужно. А спутники просто 24 дня делаются. 21. Модули спутниковой связи загружены до предела. Нужно скорее построить дополнительные модули, чтобы можно было запускать новые спутники. Понятно, что мы можем попродаваться там, но пока не нужно. Возвращайтесь быстрее, пожалуйста. Не вернулись. Мы получили сразу несколько вызовов. Места, где появились пришельцы, отмечены на глобусе. У нас четыре человека. Безусловно, берем их всех. Пофиг, что там два пулеметчика. Берем их всех. Берем, скорее всего, даже гром один. И берем еще одного лемминга. Не знаю, под кого. Берем нейтральную, видим, какого-нибудь. Хороший, кстати. Кто у нас тут самый ценный? Инжи и пулеметчики. Поэтому оснащение... Бах. Боевой мощи нет. Кроме снайпа тут некому урон наносить. У него... Тоже проблемы с... Слушай, неприятная миссия. Может быть, мы все-таки несколько часов? Восемь часов, да? Оперативники, что... Десять часов. Да, к сожалению... Надо ехать с тем, что есть. Инженер с дымами с волей к жизни. Тактическая броня. Гринок очень много. Это хорошо. Пулеметчик нормально. А, у меня еще этого медика нет. А я точно медика не могу сделать. Медик, медик, два усталых медика. Да, вот третий медик нужен. Был. Не того поставил. Не того поставил. Был же вроде лучше. Нет, он не есть. Не очень быстрый. 68. Там я прокачал одного медика, но он уставший. Давайте просто возьмем меткого. Дальше уж посмотрим, что делать. Да. Так. Пулеметчик-инженер. А, нет, подождите. Я же танк хотел взять. Что-то я туплю. Берем танчик. Танчик полезнее здесь будет. Ему, кстати, даже можно сделать прицел, отдать второй. Потому что на него расчет. Немножко уже не хватает. Хотя у меня есть же еще свободный. Ой, туплю уже. Так туплю. Тактическая броня. Последний прицел. Две аптеки. Поехали. Не знаю, поможет легкую броню для мобильности. Он не ходит. Он либо рашит в два хода до позиции, а потом он только делает, что стоит. Узнаю местность. Достаточно маленькая карта. Хорошо играть от крыши. Скорее всего, я попробую забраться на крышу игром использовать в качестве... А, нет, это не... Да, это оно. Но на крышу я только вот отсюда могу забраться. Это крайне маловероятно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уже начало мне не нравится, если честно. То есть мне нужно по-хорошему сюда забраться. Но я уже через дверь. Не факт, что... Пчела, ты давай вот так вот аккуратненько. Аккуратненько. Высказать догадку. Судя по общему виду, это инопланетное устройство предназначено для преследования и нейтрализации одиночных целей. Капец. Хуже оно оборудовано хитрой системой уклонения. Возможно, следует избегать этих щупалец. Короче, назад, друзья, назад. Просто назад. Тут есть с фолкавр ищем. Я снайпа, правда, эта позиция не очень хорошая. Бегу! Да, направо уходить. Только этим непонятно, что делать. Здесь бы отойти и кинуть дым, вообще-то. Но отходить некуда уже. У меня не фланганут в этот ход. Поэтому, наверное, так. Здесь... Это можно пострелять, конечно, но это такое... Ну и лучше не будет. Овер, тут ханкер. Есть овер. Танчик, отставляем. Двери открываются. А, он уже здесь, он успел. Да. Сейчас будет жрать меню. Главное, чтобы жрали, а не стреляли. Жрут. Хорошо. 20% меткости, мимо. Хорошо. Ифингмен, сейчас еще. Так, снимаем ты с местом. Тут снова ханкер нужно делать. Возможно, сюда подойти гренадер, потому что... Овер, ховер. Снайпам. Алина, вообще его некуда. Ладно, овер. Тут потенциально фланг. Ханкер. Снайпам. Снайпам, наверное, сейчас придет. Есть 57. Давайте, надо попадать. Ой, твоя кавер. Еще могут. Да, есть 50. Надеюсь, я под фулл каверами. Сопресс. Нормально. Четвертый же вроде там был. Нет? Да, все нормально. 1%. Летунный еще есть. Я, пожалуй, подойду. Помогу. 60, 37, 61. И, скорее всего, гренку надо бахнуть. Кинуть. Хожу чуть ближе. И сопресс снять, и укрытие снять. Мне этот thing man вообще не нужен. А вот стрикс, что там? Мужчина или женщина? Ставки 70 лет. Мужчина, конечно. Так, кавер сняли. Ну, я бы добил, попробовал этим. Нет, я бы поставил на него метку. Ему все равно бежать. Он так и так. Это вот... Я не знаю, когда, в принципе, может быть более правильное событие, что в таком случае ты стрелять пробуешь, а не делаешь сопресс. Потому что после такого он... Ты, во-первых, метку ставишь, а, во-вторых, он в любом случае убегает. То есть тут... Не угадал, говорит. Так, значит, еще thing man и литунный у нас. Есть потребность к перезарядке. Начинаю наблюдать. Гонирую. Ой, кавры нет. Сгорел кавр. Опасность. Слышали? Да. Выбегают уже. Сектоиды. 50%. Блип нервишки, мог сейчас словить просто. Разбегаются. Сектоиды. Сектоиды. Естественно, назад. Естественно, назад. Я пошла. О, снайпер может стрелять. 35-35. Фигово. Полуукрытие. Овер. Дым не пожалеем. На наших. И этого тоже надо с потенциального фланга назад за полукавер убрать. Дымов очень много, это радует. Дымы еще эффективные, так что... Хорошо. Он был прицеливаться снайпером. Ошибка. Один там бафает, другого поехали. Должны рашить. 50%. Есть минус один. Но они слабенькие. Сектоиды все-таки самые базовые. С базовые враги. Второй должен подбегать бафнутый, по идее. Ну, ховер очень. Плохо. Уже плохо. 37% у него фулкавер. Ни один из моих ховеров не сработал. Он мажет, мне очень везет в этом плане, конечно. Ну ладно, по крайней мере мы можем... Его уже контролить. Главное, что он не попал по нам. Гремку я, к сожалению, до этого не докинул. Упыря. Можно было бы, конечно, немножко подойти, но... Что-то мне не хочется, если честно. Я лучше потраю по 40%. Вот, например, так. Он все равно не угрожает. Зачем сейчас Аркадий телест на еще одного человека? Здесь подойду и прицел сделаю, потому что явно тут... Не хватает. Стреляет. Тупоуме. 51. Мимо. Хорошо. И где-то еще третий сейчас. Третий должен слева выбегать, как-то, я полагаю. Да, выбегает полукавер. Я его вижу и нет овера. И он стреляет опять 35. И попадает. И паника. Еще пак. Thingmen. Плохо. Вот это очень плохо. Надо с полукавера уходить здесь. Дым закидывать, видимо. Сапресс обязательным. Снайпер 70-80 все-таки, поэтому... Хорошо. Здесь я бы отступил чуть-чуть. Вот, типа, фулкавер. Фулкавер. Здесь овер. Здесь чуть-чуть назад. И... Кинули бы дым... По до этого нашего ханкернутого. Да ладно. Вот это я... Пришел. Ну что, человек, скорее всего, умрет. Давай кинем дым так. Если по ПТР будет кидать. Ну, это ошибка, безусловно. А, дверь надо было открыть. Я мог дверь открыть. И, скорее всего, прокинул через дверь, через окно. Это еще одна ошибка. Овер ваше. Молимся. 52, овер. 57-58. Попадание. Единичку оставляем. Там Гренко напрашивается на двоих. 21 стальба. Противник открылся. Ну, сейчас самое опасное. Ой, блин. Стреляет 45. Вот это вот... Да. Все. А потому что я очень плохо сыграл. Я наошибался. Колоссальным. Это первая смерть. На, жребь. На, жребь. На, жребь. Один процент. Как? Черт, попали. Я шалжи. Подавляем. Это новый рекорд, друзья. Один процент. Было шесть, было три. Еще лету на есть. Можно начинать. Перезарядился. Я снова страненый. Там кто-то есть. Это точно. Есть. Надо подводить пулеметчик, потому что с опрессом у меня нет. Контакт. Так, два ли ты на? Один процент, ребят, один процент. Так, снайпер должен фланговать, вообще-то. Там много кто флангует. Семьстрим. Да, давай сначала метку опять же поставим. Раз. Потом стреляем тем, кем можем. Потому что не видим второго. Снайпером бахаем по этому, если у нас, конечно... Да. Я, конечно, пулеметчик с запасом был. Это третий, кажется, пулеметчик был. Давай дым кинем. Не хочу рисковать, если честно. Кажется, играть камбом в процент то же самое, что играет с нашими... Да, тут сложновато, конечно. Но можно минимизировать потери. Попытаться, по крайней мере. Он не фланганет, точно. Просто подавление делать. Но у него там вероятность очень низкая. Так, ну... Дальше все понятно. Дальше мы его сапрессим и убиваем, скорее всего. Это последний, но мы потеряли пулеметчик. Сначала... Не, кстати, не факт, что убьем. Скорее всего, убьем. Есть. А все потому, что... Дверь не открыл. Дым мне там значительно уменьшил бы вероятность попадания. И аркадно, в принципе, играл. Потеряли. Человека. Три повышения у нас с другой стороны. Три. Снайпер. Давайте меткий глаз. Плюс четыре точность. И второй лемминг. Элерит, сплавы, обломки. Сто... Сто восемьдесят бабла. Можем еще один спутник заказать. Я тогда смогу... Поехали. Броня фаланга. Три штуки. Прицел еще один. Сейчас возвращаются основные... Оооо. А какое число? Ооо. Блин. Ну хорошо, вернулись ключевые пять человек. Какое число? У меня джанк пятого мая. Сейчас пятое мая? Пятое мая. Ё-моё, а чё ж я не проверяю такие вещи? Медик, снайпер, пехотинец, пехотинец, разведчик. Точно один гром. Ну и плюс один. Зато блокнот записал. Да, зато записал блокнот. Толпа просто людей усталых. Р-65-1. Итак, давайте оснащение. У нас всего одна броня фаланга. Я отдаю ее саппорту. Саппорт у нас с овервочем, поэтому ему идет прицел еще. А у нас еще два пехотинца и снайпер, так что фиг его знает, что там по прицелам. Надо прицел убирать точно у грома. А там нет вообще ничего такого. Да, больше ничего не сделать. Следующий пехотинец 82. Приспособленец тоже нужен. Очень нужен ему прицел. Бонусная атака тоже нужна. Блин, я уберу от медика все-таки точность. Лучше снайперу дать. Хотя, блин, он два же раза будет стрелять правильно. Огневой мощи у него много. Не, ну снайпер с другой стороны может работать по тем, по кому другие работать не могут. Поэтому давай прицел снайпу. Пу плюс 12. Медкомплект нужен еще один обязательно. Вот этому товарищу, но у нее есть медкомплект. Гренко лучше взять фугасочку. Так, и посмотрим, можем ли мы выдать звание новое. Капитана можем сделать. И я как раз на этого человека, а это лейтенант. Капитан у меня... А нужно ли? Ну там плюс 5 защиты выдаст. Лейтенант. Хотя, может лейтенант как раз хватит. Это же четвертый. У меня никого нет с пятым званием. Так что должно хватить. Давайте-ка попробуем. На сером рынке продаем трупы. В школе офицеров берем капитанов. Назначаем офицеров. Капитан. Да. Медика можно как раз. Плюс 5 к защитам. К укрытиям. Вот. 5 защиты ко всем, кто вокруг. Отлично. Здесь очень много thing-менов будет. Помните, как мы там еле-еле отстреливались? Еле-еле вообще. Ну сейчас пацаны нормальные. Вроде как. Два пехотинца с овервочами. Саппорт с овервочем. Снайпер хорош. Разведчик, который может. Гром на разведку. И лемминг с... Со страховочной аптечкой. Кстати, может еще аптечку дать. Давайте вместо сканера, потому что там одного сканера точно хватит. Больше аптечек может травить будут. Вообще, по-хорошему поставить надо аптеку еще. Не, не надо. Поехали. После этого нам дадут еще одного оперативника. А то и двух. Кажется, двух. Главное сейчас разобраться, друзья. Во подчеркивание, Лерь подчеркивание. Он поддерживал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Никогда такого не было. И вот тебе снова новый трой. Я смотрю, вы дерзкий. Вас за мной послали? Я смотрю, вы дерзкий. Ничего не боитесь? Их убивать не сложнее, чем людей. Вас за мной прислали? Я смотрю, вы дерзкие. Ничего не боитесь. Их убивать не сложнее, чем людей. Их убивать не сложнее, чем людей. Про штуку сейчас скажется, про свою. Они скоро поймут, что я сбежал. А. К тому же я прихватил с собой эту штуку. Она ваша. Если... Она ваша, если заберете меня с собой. И такие стоят. Хлопают глазами. Короче, друзья, здесь... Здесь жестко все. Заставьте этого человека к зоне эвакуации. Надо всеми назад отступать. Его прежние работодатели, как и пришельцы... Всеми назад отступать. Как минимум... Короче... Они скриптовые, плюс бегают по центру. Поэтому нужно просто... Надо просто уходить нафиг. Просто уходим. Снайп, конечно, тут вообще не алё. Я смотрю, где... Где можно... Не знаю, откуда у босса эта штуковина. Босс собирался загнать её подороже. Его не волнует, кто и зачем её купит. Да, командир. Прицеливание. Ну, с богом, друзья. Нам сообщают, что в районе замечен противник. Похожих к вам уже движутся лунатики. Надо было там кубирать. Ли, это же. Падают первые. Далековато. Хорошо. Они на рандоме ещё падают. И вторые здесь, да? Увидим. Один только видит. Ё-моё. Класс! Вообще никто не стреляет. Ладно, 50 плюс овер, наверное, так. Хорош. Плюс овер. Буду на стражей. Вообще ноль инфы. Отводим. А у меня дымов нет. Так, давай так. Лучше тогда мы... Зря я остался здесь. Отступают! Отступают. Ещё сейчас по центру 2-3 пака. Да. Первый пак. Два сикера. Боеготовность. Окей. Эти побежали, полетели. Хорошо, хоть овер разрядятся. Ну, конечно, такое себе. Никто не попадает. Ещё там стреляют люди. Вот, нормальные уже пошли. Даже мажут. Серьёзно. Так, снайпер с хорошей вероятностью, потому что он молодец. Снайпер стреляет. Снайпер убивает. Это раз. Больше не дёрнется. Здесь, к сожалению, перезарядка. К бою готов. Настрелял, называется. Давай. Овер. В смысле, выстрелы и овер. Тут не могу ничего сделать. Там ничего не могу сделать. Тут метку надо было ставить. Я не вижу ни хрена. И не факт, что увижу. А тут на овере сидит, да? Да. Ну, Танючек, тебе делать нечего, как бы. Нет, тут овер. Ладно, давай так. Стрельный мразок. Ну, вот с голографа надо было начинать, конечно. Этой подругой пробуем попасть. Мажем. Тинг-мен там, Тинг-мен там. Мы ещё далёкий. Тинг-мен должен подбегать уже сейчас. Эт подходит. Ой, какой хороший оверкрит, смотрите. Просто. На. Вот за это я пехотинцев и люблю. Вы посмотрите. То есть, просто без... Без режим скрытности. Хорошо, этот ход потерял. Что? И... Ты охренел, что ли? Вот новый подходит. Тинг-мен. И стреляет по БМП-63. Мимо. Попал. Сучок. И справа этот может стрелять по САПам. Уходит. Окей. Перезарядка пока не халявная, увы. Снайпер по двоим. Этот не сильно угрожает. Поэтому сложно попасть. Ладно. Там нет овера, поэтому снайпер снимает этого спокойно. Спокойно, я сказал, снимает снайпера этого, да? Опять я начинаю не в той последовательности, за что поплачусь. Блин, ну что вы делаете, да, ероды? Ладно, стреляем тут овер. Надо танк уводить, видимо, сейчас будет. Держи в аду. Просто уводить. Ну так, чутка. Что, по крайней мере, до него дошли и на овер попали. Проще некуда. Доставить оборудование, куда сказали. Один у меня этот работает плохо, пехотинец. Из-за того, что он стоит, черт знает как за статуей, не видит ничего. Два фингмена. Ой, какие низкие вероятности. Ой, 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 ой. Попадает четыре, тем не менее. Один хит, 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 один хит. И он доходит. Или это бежит он. Не стреляй, не стреляй, не стреляй. Есть. Так, ну что. Подходить ближе нельзя. Я думаю, нужно гренка его просто бахать и все. Ну, сначала пытаемся попасть тем, кто может. Типа вот снайпом 50. Но вообще это гренка. Хорошо. Грену сэкономили, считаете? Я бы поменялся местами с этим упырем, тут и перезарядиться надо. Я хочу, чтобы второй пехотинец нормально овервочил. И так тут... Там еще один остался, помню. Смотрим. Здоровый причем, Тиммин. Он без паники должен идти. Ну хорошо, пока перезаряжаемся. Не торопимся. Осторожно, девочки и мальчики. Похоже, скоро у вас будут гости. И по скрипту снова идут. Слышали? Или это просто баг? Нет, идет как раз вот тот самый битый причем. Ладно, убили, хорошо. 90%! 90%! Уже сейчас! При том, что он... Еще ему 3-4 звания можно получить. Да, новые появляются. Где-то каждые три хода появляются. Ладно, с этим-то как раз... Более-менее все... Все понятным. Пока у нас только БТР-ка немножко покоцано. Надо ремонтный завод построить, что мы... Все, воверим. Но когда я увидел, что это за устройство, то сразу понял. А, он сверху стоит. Окей. Не торопимся, друзья. Не торопимся. Выходит опять 90 как раз вот тот самый. Таких товарищей нужно два в коллективе иметь. Двух. Сейчас мы смещаемся сюда. Там будет тоже серия... Серия челленджей. Кажется, триггериться они будут... После того, как я випа подведу. Да. Ну, плюс еще бегают, вы слышите, паки. То есть я попробую подойти. Ближе всех должна быть БТР-ка. Прям ближе-ближе. Да, видите, не триггериться пока. Прям по курсу долю. Есть. Могут выйти. Ну, и там шастают по центру. Причем у них там довольно... Ну, такая хорошая... Хороший радиус. Надо пробуем. Тут очень хорошая позиция для ганеров. Фулл кавер, плюс они стоят рядышком. Ну, я подойду чуть-чуть. Выполняю. Так, ну, теперь я предлагаю зайти вот так. Ну, басом пока сюда. Снайпер на фулл подбегает вот уже сюда, чтобы он был повыше, чтобы он с общим видом стрелял. По данным разведки, к вам движется противник. Падает. Готовьтесь. Ну, то ли по ходам, то ли по продвижению. Я вот не знаю. Падает один. Это должны очень многие работать. О, это вообще без шансов. Ага. Ага. Окей. Вообще без шансов, говоришь, да? Стань меткой 53. Ну, вы видели, в общем. Вы все видели. Вот я. Сканирую. Держу сектор. Падя бой. Давайте чуть-чуть подойдем. Нормально. Так, у нас пока одно ранение. Блин, пока одно ранение. Это же... Это же очень хорошо. Ну, то есть, это не хорошо, но... Очень хорошо. Перезаряжаемся. Аверим. Будут еще люди. И... Пакар здесь штуки 3, наверное. И... Падать будут. Кажется, вот здесь тоже. Следующий... Следующий десант. Подведу снайпа, потому что тут частично все-таки... Не достает людям. Есть один уже снайп может поработать. Да, давайте сначала почистим. Посмотрим, что там в дальней части карты. Ну, бегают они там. Точно бегают где-то. Видим. Четырех фингменов. Четырех. Снайп. Не видишь, да? Я отчетую сюда. Да. Целиваемся. Готовимся. Этого назад. Пока перезарядимся. Пока перезарядимся. Смотрим. Четыре фингмена. То есть это два разных пака. Пять фингменов. Бегают раз, бегают два. Хорошо, значит. Теперь знаем. Скан помогает. Снайпер не видит. Ну, как так-то? Ну, ё-моё. Скан работает еще. Сейчас скан закончится. Но, в принципе, мы... Может, и будем их видеть. Тратит ли скан? Тратим, тратим, тратим. Тратим. Сейчас тригерим. Поехали. Этих двоих. Всяко лучше, чем потом пять человек стригерить. Правильно? Давайте сейчас попробуем попак его убивать. Должен снайпер видеть. Надеюсь. Да ёппер СТ. Серьезно. Ну, ГГ. Не видим мы их. Сейчас еще один ход типа будет. Но... Да, они уходят. Может, тебе вернутся? Может, кого-то из этих увидишь? Сейчас скан опять пропадет. Нет, видит. Хорошо. 95 с критом. Убиваем одного. Может, даже хорошо, что более плотный пак сейчас с пулей. Они, правда, не совсем определяются. Потому что они должны понимать точно, откуда звук. Здесь чуть назад. Овер. 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 Эти не пойдут, потому что они не в этой команде. Этот подбежал. Он тоже не особо понимает, что происходит. Хотя, вроде как, сдвигается. В нужном направлении. Да, подходит. Что, с богом? Должен подойти сейчас только один. Его должны встретить прям шквальным огнем. Причем два ганера должны встретить его. Эти далеко. Не, не встречает. Ладно, даем еще шанс. Эти к старым прибежали. Да, есть. Этот первый ганер. Четырек не кританул, к сожалению, но уже под ранок. Фулл кавер, к сожалению. Сапресс. Надо было не овер ставить, а выцеливать. 50 меткость. Здесь с общим видом никак. Ладно, пробуем снайпером сначала 50. Хорошо. Соответственно, подойдет и второй. Не сомневайтесь. Вот сейчас он должен подходить. Этот следующий ход. Ориентировочно по такому же маршруту. А это старый. Сейчас вот ход второго. Не подходит, но мы-то знаем, что это вопрос терпения и времени. Альто я нажимаю. Вот сейчас прямо альто нажимаю. Но иногда бывают баги, что не срабатывает. Скана больше нет. Идет. Снова попадание. На этот раз критом и минус. Тиммэн. Так. Сдвигаемся. Сейчас будет... У нас уже... Следующий триггер. Потому что мы продвигаемся довольно серьезно. Прицеливанием. Хочется мне. Должны появиться. Да. Это скрипт. Этот пак не спулили. Хорошо. Боеготовность. Раз. И в тылу. Два человека в тылу. Опаснее. перегруппировываемся нашими бойцами. Тут даже, наверное... Даже, наверное, надо... Спулили все-таки. Все-таки спулили. Это плохо. Значит, еще четыре человека у нас сейчас будет. 56. Но это очень плохо. Снайпер видит одного от 50, к сожалению. Мы видим его же. Ставим метку. Сейчас будет еще выходить людям. Хорошо. Покоцали. Надо стрелять, потому что тут овер после выстрела. Грянку, к сожалению, не докинуть. Может быть. Да, опасно. И БМП-шечка терпит. Овер, правда. Попал. Хорош. 45. Прикиньте, еще в такой ситуации попадает. Но танк пробивает. глухая оборона. Окей. Фух. Видишь двоих. Один. 51, конечно же. Поэтому стреляем. Метка поставлена. Соответственно, ему пути будет крайне сложно. 55. Что-то плохо. Что-то плохо. Как-то все. Ты видишь только одного. Очень плохо. Ну, наконец-то. С ракет сработал. Прицеливание. Я бы танчик отвел немножко. Попадает по леммингу. И подходит этот. Опасно. Опасно. Нет, нет, нет. Нет. Попадите, ребят. Нет. Мэй 50 на 50 не попали. Его не попал. Фух. Твою налево. 70-70. Метка. К сожалению, перезарядка. Даже не знаю. Ближе подходить можно пак спулить. Хотя вероятность не такая высокая. Можно подлечить. Здесь 46. Увы. Не будет стрельба продолжаться дальше. Можем попробовать отступить. Мне кажется, да, надо отступать. Пусть лучше 70-80. Не буду я рандомить на этом. Лучше сделать так. Здесь перезарядка все равно. Тут уходим по крайней мере за фулкавер. Делаем меткость. Танчик овер. Тут ну, либо гренка, чтобы того ушатать. но это возможно пулпак вообще напоследок. Не, лечим на бас. Лечим на бас. Надеемся на лучшем. Он побежал. Стреляет. Отравляет. Окей. Этот выходит овер всего лишь. Не, там один должен быть овер нормальный у нас. У пехотинца у одного овер там 90. 90 есть. Давай. Хорошо. Есть. Так, это все скриптовые, все из пака закончились, да, у нас? А нет. Какое? Там же еще один. Вон он. Давайте гренку кину. Ага, кинул. Перезарядка. Нет подходящих целей. Меткость один. Отступаем. Тут ханкерим просто. Здесь овер. Овер. Еще один забыл. Я не почитал. Надо было F1 смотреть. Ребят, ранение. Ранение у серьезного оперативника ранения. Усапа нашего хорошего. Тут точно гренка на дальнего. А, ты все еще под кислотой. Блин. Что, спасать надо? Ты не видишь, да, ничем? Ты сюда? Хотя бы одного пробуем снять. отлично. Что же я делаю-то, а? Ладно, подвожу так. Попробую право снять, потому что он подметка и он опасный. снайп ближе на будущее. Есть ханкер. Травит. Нормально. Кислота здесь не та, что раньше. Она с другой механикой работает. С другим принципом. Снайп, правда, ни черта не видит. Ладно, пробуем, несмотря на отравление, метку поставить. Молодец. Справился. Здесь мы лечимся. Ну вот, уже плохо. Уже получили мы с вами ну, из-за того, что я не посмотрел, сколько было убито. Не посмотрел, что есть еще один. БМПшка почти все, гуф. перезаряжаемся, 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 и еще лечимся. Да, я поторопился. Да уже поздно, на самом деле. Уже больше шести часов играем, концентрация уже уходит. Двигаться, я помню, впереди только скрипты. Кажется, только скрипты. Поэтому двигаемся, нам нужны овервотчи на полходика, чтобы все имели возможность пострулять. лечить. Так, хорошо. Да, только скриптовые остались. Я чувствую по скорости прохождения ходом. Поэтому сдвигаемся. Этого давай сюда. На самом деле у меня есть замена, конечно, под Сапа, как и ровно под любого в команде, но зачем было вот так подставлять человека? Во-первых, это риск, что он мог в принципе сдохнуть. Просто вот хоп и все и ваншот. А ты с ним там шесть миссий провел. Он еще саппорты вообще лучше держать поодаль, потому что ну, аптечки теряешь, понятное дело. Плюс он еще капитан, то есть у него же перк еще работает. Так, новый крисолит, это ерунда, а вот это посередней. Ребят, стрелять будем? Кто-то будет. Нормально. Сдвигаемся чуть-чуть ближе еще. Здесь, кстати, уже новые пойдут. Вот, с левым помните. Лучше, конечно, чтобы кавер были. Смотрим на крисолида, бедолага, который будет пытаться до нас подбежать, но он даже что-то не пытается. Странный жук. Так, мы уже близко к точке эвакуации, но точно еще скриптовый будет падать. Потому что я помню этот момент. крисолит справа, бежит. Ага, фингмен справа, сзади. Блин, это плохо. Фулл каверов нет. Так, давай расставим. То есть, вип далеко. Самые ценные за фулл кавер. Но играть не будут. Отсюда будешь снайп. Снайп. Ладно, давай сюда. И поближе для метки. Поверим. Так, три человека, три человека, три человека. Самое опасное, это если они придут одновременно и, например, есть. Отлично. Минус один финмен, остается один финмен и крисолит. Еще один финмен, 32, но там впереди у него каверов нет. Он бежит в место, где нет кавера. То есть, скорее всего, он пробежит еще несколько клеток, это значит, что мы будем стрелять всеми, 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 всеми. Ну, да, как бы этого хватило. Перезаряжаемся. Крисолит не так опасен, поэтому сдвигаемся. Дальше, кажется, больше никого не будет. Все равно на пол ходика, на пол ходика, ну, крыса не добежит просто меня. Вот он не страшный. Здесь, кстати, мутонов нет. сбежит все-таки. Ой. Так, ладно, возвращаемся. Тараканчик у нас все-таки дошел. Ладно, нам не обязательно попадать, нам главное метку поставить на него. Оплюхт. 100% раз. Гренка есть. Ну, давайте снайпером попробуем. 80% нормально уже. Хорошо. Подтягиваемся чуть ближе. Здесь ханкер, овервочем. Да, ну, похоже, что все. Добегаем так. Нет, еще есть. Один сейнмен. Ой, так что-то не хочет рисковать. Ну, типа, вот сейчас вот напоследок еще не хватало мне. вообще не хватало. Ну, к разочкам пробежать. Да не, он не увидит. Он где там? Вот там вот. Не, не сможет. Давайте Випа спасем, попробуем. Есть. я пожертвовал всем ради того, чтобы передать это условие с попам. Надеюсь, оно пригодится. Эвакуировались. Объект в безопасности. Объект в зоне эвакуации. Обеспечьте его безопасность и уничтожьте остальных противников. Задание изменилось. Я понял. Я понял. Бежит, друг. хорошее уже криты. Там нормально все, без проблем. Кажется, последний. Ох. Да. Еее. Я жив, но с моим прошлым покончено. Странно, я не ожидал такого поворота судьбы. У нас еще один оперативник появляется. Я предал старых друзей ради войны с общим врагом. 19 человек минус. Возвращайтесь на базу. Да, уже пол первого. Сейчас подведем коротенький итог. Посмотрим, что у нас. три повышения. Ох. Давайте меткости хорошо. 83 давай. 88 Е плюс 5. Еще один. 82 давай. Плюс 5. И снайпер. Стабильность позиции. Плюс 5. Ох. Блин, такие жесткие пацаны у нас теперь. Ой. Повышеные вещи. Командир. Надо сейчас копать после первого этого. Товарищи. И лазерные технологии. Потом мы броня фаланга три штуки. Еще прицел. лифт. Копаем. А Ченга глянется. Он дефолтный же. Что выглядит. У него стандартные характеристики всегда. А и он одинокий волк. Надо выбрать ему класс хороший. То есть у него стандартные характеристики. Здоровье только больше обычного. А вот одинокий волк у нас идет. То есть мне нужен класс, у которого нет одинокого волка, но теоретически он может сработать. Точно есть у снайперов одинокий волк, точно есть у разведчиков. А больше никто не в... Ну только штурмовик получается он может быть. Давайте штурмовика из него сделаем. Ранган. мастер ближнего. игре секрет, Так, у него дальше нет? Да, у него нет одинокого волка, так что все. Ну он будет штурмовать. Прикрывать нас от кресолидов. Лазерные технологии. Возвращаются люди. Гром вернулся в строй. один спутник. Где? Нигерия. Может трупы? У нас кстати приличное количество трупов скопилось. Можем еще спутник бахнуть. Сколько у нас один доступен? В процессе сколько? Два. Ну получается мне уже не нужны спутники. То есть на одном не хватает. сейчас лазерные технологии. Две винтовки сделаем. Это будет такой ап по урону. И по точности тоже. Инженеры за фрагменты. И лазерные технологии. Еее. После этого я скорее всего пойду в броню. О. Так. Передовые технологии брони. Ну там правда месяц. А что это? Ну да тебе есть чтобы спасать народ лучше делать лучше делать броню. Итак нам нужно сделать две винтовки это в первую очередь лазерная винтовка. Минимум две штуки. Как бы заказываем раз. Один нужно сделать пистоль. Один дополнительно несколько громоздком лазерный пулемет. На самом деле еще нужен один одна винтовка но к сожалению мы не можем сделать для для саппорта нам нужно еще потому что там тоже овервотч. народу дофига у нас три пехотинца 88 87 и уже они с винтовочками и уже можно в броню их одевать ой 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 на винтовочке правда еще да нужно дождаться винтовочек 11 сейчас еще экзальт должен быть экзальт какого числа экзальт незаписанно поехали дальше генератор готов выемка грунта завершена мы вынимаем дальше и дальше и еще дальше дальше ремонтный цех он будет сделать рядом с литейкой генератор готов но мне новый не нужен потому что генератор есть а вот спутниковый модуль надо делать инженеров уже хватает поэтому нам нужно набрать 200 пока элери сбагриваем спутниковый модуль отлично все значит у нас будет возможность запустить три спутника но я запущу два это будет сделаем мы до конца этого месяца элери за бабло естественно слушайте а мне сейчас может быть даже ну да скорее всего денег хватит еще на ремонтный не успею для следующей миссии лазерное оружие сделать высокая скорость средний ну лазерное поехали надо сбивать сбивать сложным потому что они стали уже покруче кажется урон повыше у меня все еще аваланж вижу противника по времени он особо не будет улетать мимо он попал я попал он попал я ухожу на последних блин возможно нужно будет делать переск про ускоритель не забывай только ускоритель мне время добавляет насколько я понимаю мне они сейчас не нужны они нужны когда у тебя времени не хватает попали хорошо блин он попал еще попади не успеваем последний перехватчик он должен улететь я не должен успеть для него хотя успели одно попадание одно попадание все давай есть ой он упал черзает где фрагменты на инжада низко летит разведчик он скорее всего сядет друзья он сядет поэтому мы его сбивать хотя можно его сбить правильно ведь но на этом мы заканчиваем трансляцию спасибо за то что смотрели спасибо за то что болели сегодня мы запороли трай но зато начали новый и он конечно идет значительно лучше кроме одной смерти нелепой абсолютно все идет очень ровно выполнили все скриптовые миссии а запороли в прошлом трое по крайней мере одну уже четко качаем нужных людей они уже опережают сейчас остальных по ну в смысле если брать аналогичный период потому что у меня уже до экзальта сейчас и лазерное оружие делается уже изготавливается помните я тогда напоролся на экзальт скриптовый у меня замедлилось исследование лазерного сейчас есть и броня и лазерное оружие в заказе поэтому ну и самое главное два-три пехотинцы которые уже разуплотняют с меткостью 80-90 без прицелов а с лазерным оружием у них будет под 100 потому что лазерка даст шестерку прицел десяточку и еще дополнительный прицел потому что пули нам не поставить будем давать прицел еще на четверку на шестерку и все они не будут промахиваться сейчас вот они стреляют на овервотчу 85-90 на оверах они мазать больше не будут высылать перехватчик или нет я думаю как нет ладно давайте в следующий раз решим потому что вроде как он должен садиться но я не уверен спасибо еще раз вам за то что смотрели за то что болели в начале следующего стрима наверное мы начнем с того что леммингов обзовем ориентировочно на начало трансляции завтра будет в 6-7 анонс будет сделан чтобы не пропустить нажмите кнопку слева под плеером в избранное тогда будет письмо приходить с уведомлением о начале трансляции до завтра пока пока